Единственное, что я бы открыл и тыкнул запись локальную. Для тех, кто смотрит в записи, это 22-я часть трансляции. Мы закончили второй эдон на прошлом стриме. Прошлый стрим был очень продуктивным. Я прям... Почему не грузится рейтинг? Гораныч, я не знаю почему. Я видел репорт этой ошибки, зашел, у меня все ок. Завершили второй white marsh. Эпично там все было, эпично. И новое оружие, и новые обилки. Получили 16-й левел. Сейчас левелап у друида, с него, кстати, можно начать. Но он, на самом деле, так же, как и остальные, не получает дополнительных заклинаний. И я думаю, ему, может быть, все-таки взять что-нибудь... Что ж скролл такой у меня клевый. Что-нибудь... Полезные. А у него что? А, у него выживание. Какая у него задача? Он бегает, кастует разноплановые заклинания. Ему нужна скорость. На скорость, вроде, мы ему взяли... Можно ему дать, опять же, какие-нибудь универсальные темы, типа контроль за. Но это больше стойку нужно. Сбивание, ошеломление. Нет, а какой-то из этих трех нужно взять. Ужас испуг, да? Давайте от ужаса. Он и сейчас актуален будет, в принципе, актуален. Добрый день, Юрашка. Я понимаю. Мы отдохнули же. У нас привалы только что... Привал только что был. Можем... А, я еще хотел, знаете, что сделать? Посмотреть, что у меня по самонам. И, возможно, раскидать вот духов, заменить на... Так, 3200, 3200, 2400, 1600 вообще. Здесь заменяем самонов. 2400. Рог еще не работает. Поэтому ставим здесь паукана вместо рога. Жалко, что это девайс на призыв. А, и можно еще сожрать блюдо из дракона. Из мяса дракона. Мне же... Не зря я это все. Не зря же. Не зря же. Да, давай. Всем по блюдам. 1, 2, 3, 4, 5. Мажорно. А ты не будешь есть. Потому что роботы не едят. Так. Бзик, ну мне сейчас этим заниматься... Вообще не сподручно. Про турнир писать. Блин. Вот, собака. Вместо того, чтобы аккуратно разминировать ловушку и пройти наверх, конечно, конечно, я буду читать чат. Бесит. Нет, лонли понки. Я дракона вчера не вальнул. Сейчас возьмем. Ой, я не тебе писал. Sorry, I like you. Что написал? Ты мне написал? Вон, обращение. Вон, обращение. А там у тебя... Ты чуть ближе подошел, у тебя начинает уже внимание срабатывать врагов. Надо здесь все аккуратно делать. Капец. Так, проходим. Проходим, не задерживаемся. И вот... Это мы все видели вчера. Ну, можно еще раз посмотреть. Звук разносится по болоту, отражаясь от деревьев и руин. На его фоне вы слышите зловещее дрожание. Мутная вода на севере начинает бурлить и колыхаться. Поверхность воды рассекает скользкий чешущий нос. Это единственное, что вам удается осознать перед тем, как огромный зверь поднимается из трясины в потоках грязи и болотной воды. Дракон стряхивает растительность срагов. Затем опускает голову, чтобы внимательно на вас смотреть. Угрожающе потрясти оружие. Дракон следит за вами с безразличием. Мы выбирали в прошлый раз с вами другой вариант. И он также безразлично насмотрел. Ему вообще плевать. Он стоит неподвижно, словно ожидает чего-то. В отдалении вы различаете небольшую темную фигуру. Оно увеличивается, приближается. Сверху на вас обрушивается мощный поток воздуха. Крылатый силуэт быстро спускается на поляну. Когда второй дракон садится на землю, вы замечаете фигуру на его спине. Это женщина с широкими рогами, одетая в свободную мантию. Она соскальзывает со спины дракона изящным движением. Вот они, красавцы. Ой. Мы с ней говорили. О, мои пришли. Сейчас встречу, расскажу, что произошло. Ты убил Сафира, старая, мастера внизу. Мы слышали о тебе, а ты убил. Да, был такой. Какой культ? Ленинград знал кое-что, чего не знал. Да, это выкраска с точной жизнью, передача знаний, все дела. Агрессивно тогда сразись со мной. Удачи в следующем обороте колеса, друг мой. Уверена, тебя будут помнить. Не попробовал, какой хранитель на вкус. Ох. Да, ну, короче. Максимальный уровень сложности, но у нас Dream, Blin, Team. Они великолепны. Они просто великолепны. Поэтому ничего не боимся. Так слегка опасаемся. Самоним, Самонов. Может, не всех сразу такой хороший момент. Я думаю, что не стоит всех сразу. Желательно бы оставить, потому что они по времени пропадают. Так, жук. Ксаурибчиков сверху давайте месить. Я бы по одному отправил Самону на врагов. Ксауриб и мясо. На них будем разогреваться. Ох, здесь были какие-то бафы. Здесь был олень. В перспективе я олень могу засамонить. Кстати говоря, могу сделать спринтецкий. Варварская билка, но ему она сейчас поможет. Полиджина, подруга. Давай выпей пока. Все равно стоим, ждем. Как обычно, подутек. Самон останутся про запас. Да нет, все нормально будет. Не переживайте. Жду спринта. Кстати, мясо-то работает. Да, блюдо работает. Две минуты у нас есть. Вкусный дракон был. Не зря их мочили до этого. Ох, тебя бы, конечно, генерацию хатры. Это что-то из Диабла пошло. Ладно, выносливо из бутылки. Бобер стреляет по Ксаурибу. Тут можно порезать, на самом деле. Завязывая этого упыря. Что мне лучше сделать? А я засчитаю или бафнуть сначала? Наверное, бафнуть сначала. Дьявол из корок после первого удара. А сколько действует арморчик этот? 42 секунды. Давай на тебя пока сделаем армор. Здесь можно поставить что-нибудь уже такое основательное, типа стенки. Вообще, нужно работать, по-моему, на той дальней, потому что она очень опасна. И мне бы ее как-то персонально... по-моему, персонально зарядить, но и бежит сам он, во-первых, на нее. Бобер подбегает. Наверное, а шо там нужно тоже подходить. Как-то аккуратненько, правда. Так, стойк бафнул. Дальше мы делаем, скорее всего, защиту от страха. Тут стреляем по ксури по бобрам так. О, эта подруга что-то делает. Ментальные щиты поставила. Ментальные щиты. У нее какие-то персональные заклинания, видимо, так же, как у консулота. Привет, тополь. Колысый Мадам Бронзового Света самостоятельно сделанный персонаж. Нет, почему? Это Дьявол Искорока из Эдона. Это персонаж тоже в NPC с прописанной судьбой. Биоробот, короче говоря. Так, бобер стреляет. После этого, скорее всего, я пойду... Может, сразу подвезти. Не, ладно, подвезти немножко. Драконы уже здесь. У них защита колоссальная. Их так просто не пробью, пока не раскастуюсь. Что мне сделать там? Жду выстрела бобра. Попадение. 118 средоточности. Хорошо. Дальше Дьявола Искорока бафаем. Ей подходим сюда. Ой, бобер получает что? Ослепление и испуг. Ладно, это пока терпимо. Вот та подруга, которая сзади стоит, она меня очень-очень-очень расстраивает. Попробую зарядить... Алло там... Ау, стоп. У меня же... Может, мне сейчас... Во-первых, полиджин надо выводить было достаточно давно, под дракона уже. Это раз. Во-вторых, защит от страха сейчас будет ок. Так, привидения пока за... На себя внимание отвлекут, но это буквально пара ударов несерьезным. Паралич на дрового жука. Ксурибчики. Ой, там уже... Там уже один призрак минуснулся. Господи. А можно уже следующих вызывать? Да, ну, после... После того, как страх мы снимем... Господи. Ладно, давай ты вызывай. Ты все равно стоишь на месте. Давай сюда. И стон курс на нее. Прям класс. Две секунды, правда. Ладно, это мы переживем. Какое-то время переживем. Полиджинкой тоже, наверное, надо вызывать. Жуков. Ой, Аллот. Опасно играет. Очень опасно играет Аллот. Пока не поздно. Одназад отступать. Да, потому что да. Так, Жучки-Паучки. Тоже по одному накидываем. По ключевым. Защита от страха все еще в процессе. Аллот как-нибудь вообще может подготовиться. Он может вот такую АУЕшку зарядить. Что такое? Нет, я поел уже. Ага. Давайте попробуем рикошетом забрать вот как-то драконов. На них действует все равно оглушение. Действует парализ. Вопрос только попаду или нет. Маловероятно, но по крайней мере я так могу рикошетом достать до Легранта. Так, надо уже через шифт подводить сюда контролера наши. Вызывает дьявол из корока. Полиджина тоже вызвала. Вызвала же. Вызвала пауков. Че стоим? Кого ждем? Можешь, конечно, хряпнуть. Так, вызвали еще. Тоже разделяем по разным врагам. Там паралич. Так, вот этой подругой мне нужно по мелким, мелких убивать. Вот этих вот я пойду ассасинкой бить. Просто, чтобы она генерила сосредоточенность бобру. Ой, все равно уже как-то не очень все хорошо. Ну ладно. Защита от страха крайне долго кастуется. Что со мной? Ничего такого нет. Ленград там. Ладно, бегим. Есть. Скастовали на ассасиншу обилочку. Бобер должен сейчас снова стрелять. Желательно по ксаурипу опять. Стоикс кастовала защиту от страха, но теперь ему необходимо еще. Длительность негативных воздействий. Установление выносливости. Скорее всего так, учитывая парализованных наших друзей. Значит, бобер стреляет. Ужас вряд ли. Ты долго очень кастуешь. Ленград подошла уже, блин. Может на нее вместо ксаурипам? Побежим. Меня лот беспокоит. Паралич на 3 секунды. Драконы уже близко. Ладно, иди нарезай ксаурипов. Главное, чтобы эта подруга была подальше от всех остальных. Чтобы не задело никак. Бобер готовится. 92 выстрел. Хорошо. Вот зря я эту кожу юзаю. Надо, наверное, было сюда сразу подбегать. Давай подбегай сразу. У нее скорость с трешечком. Блин, как плохо-то, а? Бобер перезаряжается. Этот бежит. Этот кастует. Этот в параличе. Параличина подходит к Турисульфусу. Турисульфус. Сам он там разваливается очень быстро. Хотя вот вирм есть. Я вот не атаковать ими буду, а подойду поближе. Чтобы они именно атаку на себя принимали. А что-то плохо. Там, кажется, сейчас дыхание будет от дракона. Я делаю чторм. С расчетом на стан. Здесь паралич. На одну секунду надо после этого делать второе дыхание. А, вот Аллот минус. Ну, скорее всего, у него... Не, он как-то выжил. Один хит у него есть. Но выживет ли он там от... Он от любого плевка Ксаурипа там откинется. А там этих Ксаурипов. Но сейчас он, кстати, уже в... Чуть подлечился. Не знаю, откуда это вообще пришло. Легкая, легкая. Сейчас будет настреливать, конечно... Надо Бобру, наверное, сейчас на... Нафармить себе на защиту, на УЕшку. Желательно при этом особо никого не терять. Полиджина. Должно танковать. Давай выпьем сначала еще. Здесь Ксаурипа отвлеклись. Наверное, надо второе дыхание сначала езнуть. Аллот падает. Так. Ну, Ресаем Аллотом. Причем, Ресаем как-нибудь по... Блин, далеко. Его надо резать. Либо Полиджина, и мы его резаем. Он, кстати, находится в ренже Полиджина. Ну, это один раз за бой. Его будет распирать от выносливости. Лучше, чтобы ты стоик сделал. И Бобер оглушен на 6 секунд. Ну, все понятно. Там будет фарш просто. Там уже фарш. Моя гроза сработала. Давайте я оленя вызову, потому что здесь нужна массовочка. Нужно как-то сейчас время выиграть. На резурект, на снятие оглушения, на накидывание сосредоточенности. На-на-на-на-на-на. Второе дыхание очень слабенькое. Ну, потому что оно там прокачано было весьма условно. О-о-о-о! Господи-то боже мой! Вот оглушение Бобра, это совсем... Совсем не очень. Этот товарищ тоже у нас не ален. Плохое начало. Оглушение не достанет до тех. Давайте попробуем молотом тут уникальным дробящий толчок. Сделаем... Вдруг это даст какое-то количество... Блин, Бобер уже... Две секунды надо ему продержаться. Дьявол из корока бы еще вылечить. Воскресили Алло там. Что я могу сделать? Я могу там стенку как раз поставить клевую, которая действует на этих... Ну, как-то она очень странно ставится. На эту подругу вообще не попадает, если только ты прямо не поставишь на нее. О, я же как крайне странный. Может быть, он будет сдевать? Единственная проблема в том, что я здесь... Ну, вот так скорее ее надо поставить. Давай. То есть, стойку у нас вылечил. Дальше необходимо увеличить точность и восстановить выносливость. Желательно дьяволом из корока сейчас уже подходить к бобру, которого скоро отпустят. Но после того, как она, по крайней мере, еще один удар сделает, что было 80 с вероточностью... О, наложили на все-таки на меня кошмарную дымку Ленграда. Всего на 17,5 секунд, кстати. Ну, на кого 18, на кого 35. Скрытый хп, скрыта выносливость. И это превращается в настоящую аркаду. Аркаду, аркаду, аркаду. Так, там мы сделаем стенку. Там мы ставим. У этой 2,3 хп. У того больше половины снято. Стоик здоровый, а лот наполовину здоровый. Бобер немножко ранен. Сейчас вот у бобра есть уже... Короче, бобер... Дьявол из корока пробует... Вернуться под восстановление выносливости. И под обилку бобрам. Что ее там? Застревание? Ну что, класс. Надо подходить куда-то ближе к центру. Добивающий я зря сделал. А вот нам бы еще уйти сейчас в центр попытаться. Падает дьявол из корока. И у меня полиджина далеко еще. То есть я не могу так просто взять. Ай, какая грязь, какая грязь. Стрельный разок, ладно. Надо полиджина возвращать, потому что... Смысла делать ауешечку... Без наличия... А что с бобром? Ахаха, на бобре полиморф. На 14 секунд. Стой, креско пробуй снять эту... Полиморфирующую хрень. Давай. Да, лот, опять падает. Полиджина его пробует воскресить. Ну а тут один раз живем. Тут уже осталось немного. Сенку ты не поставила, подруга. Ну давай, ну попробуй хоть поставить. Не живут люди так долго. Ну потому что, видимо, я подставил ее. Упал еще... Этот и этот. Все упали. Так а может мы резуректнем лучше? И дьявол ореснем, и... Сам подбегает уже сюда куда-нибудь. О, превратили бобра обратно. И надо сейчас, видимо, дождаться резуректа сначала. Ну! Его там перебивают. Капец. Стойка, ты не хочешь сделать вот так вот? Ну, воскрешай, подруга! Есть. Бобер делает защиту. Правда, что-то я не вижу. Что за лол? Я не достал до этой... До Полиджины защиты своей. Ёппер СТ. Это, конечно, провал просто. Это кон... Конечно же это провал. Конечно же. Конечно же. Получится все у тебя. Стреляй, ну бас. Я не захватил главного танка защиты. Мне казалось, что она в РНЖ, а она не в РНЖ. И эта хваленая за 80 сосредоточения защита сработала только на очень-не очень пацанов. Господи! Давай вызовем этого тогда. Ладно. Массовочка нам нужна. На правое место выстрела. Тут резурект прошел. Давай обновляй. Ну какая-то защита получилась, конечно. Какая-то. Тут мы... О, давай шамана нарезаем. Ай. Потом через шифт, пожалуйста, так. Стойка, ты можешь вот эту штуку сделать... Не, не можешь, да? Ой-ой-ой. Полиджина легла. Паралично бобря. Да ну нафиг. Нет. Что было не так? Все. Было не так все. Ну, кроме самого-самого начала. Мне нужно каким-то макаром убить ту подругу. Пока она там не скастовала на меня, не разбафалась. Возможно, пустить на нее... Да нет. Справимся, в общем. Один-долль, уже два-ноль. Вчерашний же. Обходим. О, вообще, найс. Ща, ща, ща. Жалко не пропуститься заставочкам. Добрый день, Лаер. И так. Что было не так? Во-первых, я хочу бобром сразу вызвать этого замечательного консилота. А, только в бою? А я не в бою, что ли? Ладно, это... Консилот просто хорош. Он такой... Он прям... Не, не в бою. Да я не могу вообще вызвать. Что за хрень? А, может быть, это опять обилка этой подруги? Нет. Что такое? Использовать только в бою. А сейчас что, по-вашему? Не могу я заклинания использовать. Я, типа, не в бою. А вот теперь в бою. Да, все верно. Вызываем консилота. Он плотный, хороший. Вызываем жуков. Сейчас вот не переносим. Типа, что-то после, что-то до. Разве что стойковские можно стойком не вызывать. Ну, потому что ему полезнее сейчас сделать... А есть что-нибудь? Давай длительность вредных воздействий сразу же. Или, например, бдительный страж. Очень хорошее для старта заклинание. Которое восстановит нас после смерти. Интересно, Самонов восстанавливает после смерти. Было бы круто. Таргат активировал премиум. О, спасибо за активацию. Все, вызываем всех. Бобром вызовет, вызовет. Может, ты попадешь? У этого вроде защиты вообще никакая. Я всех Самонов вперед. Вообще, всех вперед. Потому что с мелкими я лучше сам справляться буду. Тут лучше Миррор Мэйдж сделать пока что. Тут можно сделать спринтецкий... Нет, спринт уже не очень. Спринт уже не очень. Можно дать вычет урона хороший. Но он действует всего лишь 14 секунд. Не нравится мне это. Но из хороших пока только рой насекомых. Который такой весьма сомнительный. Или олень. Давай тогда резист. Чего? Раз уж стоим тут некоторое время. Чуть-чуть дальше вызываем. Нет, надо за самонами это вызвать. Бобер, а что ты не вызвал-то своего друга-то? Я же... Полиджина что умеет? Тоже паучков вызывает. Чего вы стоите, ждете, ребята? Тут же... Все непросто. Все очень непросто. Самоны пока отвлекают. Консилота вызвали. Красавчик. Где он? Бобер. Ты меня расстраиваешь. Ладно, стреляй, стреляй. Вот-вот стреляй. Просто стреляй. Не время для консилота. С амоном бежим на этого еще подругу. Что я могу сделать? Я могу фаербол замедленного действия запилить. Но мне лучше вот того вообще пилить. Защита чисто на волшебника. Мне нравится стена, но чтобы стену поставить, нужно очень далеко. Хотя это уже близко. Они уже совсем-совсем близко. Ставим стенку. Стойк скастовал что-то. А, он скастовал эту тему с выносливостью. Дальше делаем увеличение всего. Попади, прошу. Давай по Ксурипа лучше попади. Вот по Ксурипа давай. Стон Курс. Класс. 3,7 секунд. Ах, колец у меня нет. 3,7 секунд. Ладно, это не сверх критично. Обидно, конечно. Ну, ладно. Или свободу попугаям лучше сделаем. Там уже 3,4. Они звери вообще? Они животные. Я еще... Если будет следующий трай... Ну, вряд ли, конечно, он будет. Надо будет взять против... Другой баф на точность. Итак... Баф я сбивать не буду. Заводить, наверное, танка даже к Ленгранту. Маг хорошо с Мирромейджами. Сейчас стеночку ставят. Стеночку прям... Стеночку может очень хорошо зайти там, это. Окаменение несколько мешает. Так, а вермы тоже пусть постреляют. Мешает стрельбе. Стойка парализован. Сюда забегаю. Для контроля. А я не вызвать пока не могу. Как ты бежишь, друг? Опа! Стена красок слегка попадает. Мы будем смотреть, как там стена красок будет работать. То есть у нас освободился сейчас Ашот. Защита у него пока не серьезная, поэтому я попробую... Блин, Рейндж вообще никакой на некоторых заклинаниях. Морозный. Да, давайте... Ладно, фаербольчик такой отложенный сюда. И ходить далеко не надо. И попадем по всем. Как-то все развалились с ОМОНа. Не думаю, что это совпадение. Оленя можно вызвать, конечно же. Бобер приходит в себя. Ну, блин. Что у него не так? Испуг у него. И, соответственно, бафа нет никакого. Стрелять особо смысла нет. В конце лота пока вызову. Ну, там, глядишь, стойк докастует. Точность, по крайней мере, одну. Потом... Там нужны физщиты поставлены. Как-то все опять не очень мне нравится. Полиморф на бобра. Что они делают, а? Я без бобра вообще тут особо ничего не сделаю. Лот кастует. Старается. Полиджины здесь. Мелочь. Вокруг. Жду оленя. Фаербол полетел. Отложенный. Давай чистый урон. Чистый урон должен хорошо зайти. Главное по своим не попасть. И чтобы не надо было подходить, пожалуй. Это всё. Там что, глушение сработало? Не, не сработало. На этих сработало. Но этого и стоило ожидать. У неё колоссальные защиты. Вернули бобрам. Опять же испуг, 3 секунды. И я не вызвал еще... Консилотом. Пробую снять испуг, по крайней мере, с этих товарищей. Олень. Олень пошел. Бобер попал, на соточку попал. Ну, до сосредоточения соточка. Надо сейчас Дьявол Искороком... О, и вызвал Консилота, отлично. Он сможет с молотом помочь. Полинград будем атаковать. Полиджина, просто держись. Просто держись. Выпей там на резист бутылочку. Здесь, как появился олень, так сразу делаем грозу. Гроза не очень хорошо заходит. Надо ближе подходить. Вот Полиджинни сейчас сразу. Прилетела просто. Здесь считать страха. Каст. Дьявол Искорока подходит. Бобер сзади. Парализация на Дьявола на 10 секунд. Кажется, самое опасное, это как раз вот эта подруга. Потому что реально она... Кастует очень быстро. Заклинание хай-левельное исключительно. Контроля очень много дает. Кстати, она парализуется, может, и врач. Ну, если попадешь. У тебя стойка в тяжелых доспехах очень медленно кастует. Кстати, да, можно ему поменять доспехи. Действительно. Что сейчас это особенно критично. Ему никто не угрожает, а... Можно играть да ну, кстати, в доспехи. Ну, не сейчас. Так. Защита от страха пошла. О, там неплохо заходит. 133, это по кому вообще? Олень слегка попадает по Ксаурипу с убирателем. А лот убирает. Убивает Ксаурипа. Ну, это ачивка, безусловно. Это все мелочь развалилась. Пробую сделать... Второе дыхание. Но танку очень плохо. И танк вообще по-хорошему. У меня должен быть опять же рядом с остальными. Она парализована на 3 секунды. Этого ей... Ну, она умрет, в общем. Скорее всего. Еще 2 паралича накинуты. Возможно, мне стоит... Буквально 7 накидываться на ту подругу. Наверное. Да, Полиджина падает. Стойка только-только декастовывает защиту от страха. Резуректить Полиджину. Опять же, типа надо стойкам. Но это как-то вообще не очень. А кем еще? Больше неким. А лот застанет. На 4 секунды. Не, стойкам вообще не вариант. Ему придется подойти настолько близко. Уж лучше свиток, у которого АОЕ, по крайней мере. Его сразу ты скастуешь. А стойкам постараться подойти поближе. После каста защиты от страха. И там побафать пацанов, пока есть такая возможность. А, Бобер снова в форме. 10 секунд. Ёпарасы ты. Какая грязь. Реально надо влетать, наверное, с паралича. Параличом в эту стрелять. Убивать ее как можно быстрее. Потому что драконы особо... Ну, то есть они... Наносят, конечно, урон. Но вот эта подруга самая опасная. Потому что дает огромное количество контроля. Огромное количество контроля дает она. Ну, а здесь как бы все уже. Паралич, паралич, оглушение, стон курс. Полиморф. Активен только стойк. Ну, с непонятными вообще. Паралич 12 секунд на багре. Давайте попробуем ее минуснуть. Там точности не такая низкая. 34% у рандомного чувака. Попробуем сейчас с армором заменить стойку по-быстрому. Только помним, что действует пока баф. Блюда из дракона. Это 13,3. Что такое 13,3? Есть ли у меня нормальный армор для стойка? У меня там масса арморов. Желательно взять какой-нибудь свитчет там. Звездный наряд. Учет уроны 7. Давай, наряд звездного света. Хорошо. А, не 133, а 13,3. Понял. Так, сейчас будет совсем другой план. Ну, то есть, мы вызываем самонов, делаем там первичные бафы, но отталкиваемся от того, что все просто влетают в эту подругу. В эту подругу через паралич мы ее пытаемся минусовать. То есть, все, бобер сейчас выпит. Наверное, точность какой-нибудь выпит. Наверное. Нет, консилота лучше. Давай консилота. Самоны тоже нужны. Нам для точности что самое ключевое? Точность десятка. Кажется, все-таки самая топовая на точность, если говорить об АОЕ. Это вот это вот. Да, точность двадцатка. Раз. Два. Три. То есть, самоны пойдут отвлекать основную массу народа. Тут сразу олень. Может, он покруче, как самон. Просто побегут куда-нибудь вот сюда, вот, завлекая по левому флангу врагов. Нафа. 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 Консилот сразу же сюда. Вот так и так. А лот так. Полиджина сделать ничего пока не может. Увы. Кроме как выпить бутылку на резисты. Ты тоже ничего сделать не можешь. Так, ну все, бобер побежал. Парализ. Вообще все должны уже бежать. Баф-то сработал от стойка, правильно? Поехали. Так, этот в центре отвлечет. Танка тоже по центру пущу. Что мне нужно на него? Мне нужно что-нибудь точечное. Типа сферки. Вот так вот. Она кидает сферу, я вижу. Давай сразу ослепление на нее. Танк тоже на нее. Стойка. Что ты можешь? Что ты можешь? Что ты можешь? Точечное что-нибудь можешь на нее? Огонь. Длительность положительных эффектов. Тихо воздействия. Но это так. Плюс то. Огненный. Я не знаю, какие у него... А, нет. У нее к параличию есть резист. Тогда давай... Пиявку. Параличию резиста не заметил. Ладно, давай бомбим просто тогда получается. Или... Нет, подбегай и, соответственно, баф кидай. Олень. Олень. Побежал. Так, тут есть, кажись, колющие уроны. Плюс как огненный. Солнечное копье можно на нее... Но, скорее всего, надо юзать что-то АУЕшное. На своих не действует, поэтому... Она уже кастует. Стойк. Либо защита от страха, либо... Давай защиту от страха. Пока здесь все. Упредили действие, кажется, ее. Защита 61. Мы ее достаточно быстро можем убить сейчас. Стан прошел на лото. Увы. Пока она не накастовала всяких вот... Защита от физического воздействия, от магических там каких-то. У нее защита-то вообще никакая. Посмотрите. 61. Это как у Ксурипа соседа. Наверняка такая же защита приблизительно. Сейчас посмотрим. Не вижу. Ну, приблизительно так. Сейчас врежемся в нее. И будет, соответственно, значительно проще. А то полимор, там, парализа, оглушение. Вскрывание жизневыносливости. Это... Привет, Элдор. Привет всем, кто недавно прижойнился. Сейчас еще по явочке попробуем стащить у него что-нибудь хорошее. Ужас на нас, но... Превентивно уже идет защита от страха. Главное ее сейчас... Ой, 80. Отлично. Сбивание с ног на 5 секунд. Да езжешь. И сокрушающее проклятие канцелота работает. Найс. Все, канцелот с оленем могут завязать драконов. Жуки там параличем. Под параличем. Мелочевку отвлекает. Пиявка сейчас пошла. Вот да. Дыхание от дракона прилетело. Минус бобер сразу. Алот практически. Надо быстро воскрешать бобра. Дыхание прошло шикарное. Так, давай-ка мы вместо Вместо этого чистого урона Сделаем мануэлл, во-первых, сюда Капец К стойкам после этого сразу же вот тащим Ё-моё Вся мелочок развалилась тут же Олень жив Так, бобра резурекнули Блин, вот делать пиявку или стрелять? Хороший вопрос, Межган Хороший вопрос Пиявочку, пиявочку Надо её всё-таки Забирать Четыре секунды оглушения Защита от страха прошла По ней 100% попадания Пока есть возможность, надо бить Ослепление на 8 секунд ещё Уже пробираются, гады У неё всё ещё лёгкое ранение С хп у неё всё в порядке Защита от страха готова Концелот сейчас умрёт А, я не пиявку её кастую? Ё-пэр, СТ Правильно, я ужас кастовал Тяжёлое ранение уже Вот это молот работает Ну и то, что по ней бьёт Сейчас рога с двух рук Может, не стоит её? Она сбита Ослеплена И давай стрелять просто Ты выстрелишь просто И всё И у тебя будет уже Средоточенность нормальная Стреляй, бобёр Бобёр, просто стреляй Не, он скастовал дикую пиявку Ладно, что утащили мы? Защита, что ли? Нет, что утащили? Ловкость Ну, видимо, ловкость Ну, вон, 17 базовый Богоподобный Да, ловкость Всё вытащили Ну, стреляй Стреляй, бобёр Стреляй Восстановили немножко выносливость Повысили точность Стойка Стойк, молодец Дальше необходимо Первая опция Это закрепление положительных тем Это лучшее, что я могу сейчас сделать Хотя бы так Здесь Мунвелл кастуется Олень скоро умрёт Консилот Каким-то макаром живёт Но он при прикосновении Видимо, себе там Восстановил выносливость Я лучше по ксурипам буду стрелять Потому что тот может умереть Уже очень скоро Ленград Пришёл в себя этот Аллот Блин, вот Аллот Это очень хорошо Потому что он Сейчас Может, во-первых Как-то помочь разобраться С группой с левым Это по всем В том числе по своим Может, попробовать Добавить контроля Хаотической сферой Может, сокрушительное проклятие Консилота Контролечку там сделать Но там сбивание ещё На 4 секунды Он тяжело ранен Вряд ли выживет Рога должна добить То есть, надо уже работать На драконов Как ты можешь работать На драконов? Ты знаешь, что на них действуют Периодические оглушения Стенку ставь Ставим стенку На Олене, правда Точно стенку? А что у тебя есть ещё? Можешь делать вдоворот Слева Но это поможет Только против милезги Можешь делать Ошеломление Как? Там у них всё равно Защиты конские Я вряд ли справлюсь Корона для правоверных Для настойки Мбабаф И селфбаф И статы На 7 левеле Только он же на одну Цель только Я на бобра Корону для правоверных Юзаю, но Хотя нет Это Ауешечка Это Ауешечка Но очень маленький рейндж Я понял Так, давайте Я сначала с Аллотом Разберусь Он сделает Второе дыхание Бобёр попадает 80 О, если я сейчас Немножко Эту подругу Отведу То я, кажется Задеваю Да, я задеваю всех Защиту повышаю Там при смерти Оно уже При смерти Хотя Вы видите Что происходит А, сбивание Еще на 7 секунд Бобёр, ну давай Кастуй уже Заманал Кастуй Твою налево Что ж ты так медленно, а? Ну че, еще олень? Еще олень Олень держится Нормально На правом оленя Бобёр, ты задрал Ее Все отлично Защиты все повысили Прям вот все Связаны одной цепью И канцелота Даже подцепили Теперь защиты У нас 104 А почему 104? У тебя 104, да? 104, 130, 130, 150 Хорошо Эту подругу добиваем Наверное Стоит сейчас Завязывать Вот кого Завязывать Танком Наверное Турист Фульса Все-таки Капец Капец Бобёр стреляет Ему нужно Разгончик Накопительное Средоточение На разгон Так Тут Касание Канцелота Очень хорошо Работает Вновь Он восстанавливает Себе Выносливость Еще разок Делаем Дьявол Искорока Добивает Бобёр Перезаряжается Ну что Я пошел Направо Танком Все-таки Направо Пошел При смерти Подруга 7 секунд Сбита Нормально Пока Нормально Так это у нас Что Полная атака Хранитель Целит Сущность Игнорируя Защиту И ослабляя Урага Поэтому Просто Нужно Стрелять По этим Ксури Получнику Почему Мой Т9 Хочет Сделать Из тебя Майнера С большой Буквы Миню Ээээ Этот Шахтер Добытчик Полезных Ископаемых Не знаю Т9 Это Давно Я о нем Не слышал Так Ну я Пытаюсь Так Стой Качу Ты Все Уже Скастовал Если Ты Скастовал Давай Реально Корону Для Правоверных Делай Вот Так Причем Подойти Бо Еще Опа Стонкурс Что ли Каминение На 4 Секунды Может быть Я тогда Выстрелю Бобром По нему У меня Защита Конские Там тоже Стонкурс Вот Ты там Во По Ксури По раненому Лучше Стреляй Ё-моё Полиджина Давай Родная Держись В общем Стонкурс Это отлично Может быть Действительно Имеет Смысль Сейчас Справиться С этими Левыми Товарищами Они 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 Давай Так Это раз Олень Готов Практически Все Минус нули Ее Да И вроде Нет Уже Все Вот Стена Многих Красок Убивает Хорошо Да Мы Избавились Осталось Два Дракона Здоровых О Какие резисты Против Поле Еще 51 С ума Сойти Вычет Рон 34 Так Ладно Танк У нас Старается Бобер Попал 60 60 Это слабо 60 Это слабо Надо 80 Обязательно И Ассасин Что после этого Бафать Меня Смущает То что Дракон Находится Рядом С танком И вокруг Еще много Народу И это Конечно Очень плохо Может мне Вообще Взять Отойти Там Нет Ограничения По Рэнджу Радиус Аура 4.8 Не уверен Что Она Вообще Разрывается Если Так Ассасин Идет На мага На мелочь Вот так Вот Убивает Корона Для Права Ярных Сейчас Будет Может быть Сиди Аскарок Успеет Пройти Сюда Олень Олень Пришел Хорошо Ты подходи Сюда И Делаем Вот так Вот Еще Немножко Контролем Бобер Прошу Терри Быстрее Конселот Все Еще Жив Такой Классный Снова Уешит Ох Там Дракон Сдувает Своих И чужих Так Стоик Пришел В себя Корону Для правоверных Костанул Что Мне Может Понадобиться Молитва Против Страха Есть Святой Работает Фанатичная Давайте Еще Накинем Сейчас Увеличение Длительности Потому что Все Очень Хорошо И Продолжать Увеличивать Длительность Положительных Эффектов Это Круто Легкое Ранение Ранение Легкое Ранение Мелочи Практически Не осталось О Поросюночек Диавол Из корока Ой Был Удар То есть Превращает Меня Дракон Видимо Полиморфирует На вебке Темно Вебка Вполне Вероятно Потому что Солнце Садится И надо Надо с этим Что-то делать Сейчас Подождите Лучше Да я знаю Что лучше Вижу Что лучше Короче Смотрите Какая ситуация Я не совсем Понимаю Каким образом Я буду Их Пробивать Наверное Все-таки Через Баф И Сосредоточение Бобра О Наверху Ксуриб Хороший Так Что я могу Сделать Еще Драконом Ой В смысле Этим По Дракону Сколько тут Рейндж Переход 5 метров Не получится Окаменение Как у вас Нет Окаменение Никак Паралич Кстати Работает Но Без Бафов Пока не буду Это пробовать Делать Даже Что может Сделать Маг Слотный Урон Давай Ты сначала Мир Ремейдж Сделаешь Я боюсь За здоровье Давай Бобер Ну Попал Хорошо 120 Накастовываем Бафы на дьявола Искороком Где она Подруга Где она Ешки Матрешки Как туда Заползла Легкое ранение Легкое ранение Раз Два Паралич Работает Ой Паралич Работает Господи Вот это Надо убивать Просто И все Все понятно Короче Убьем Халява Дешевая Давай Сразу Так Еще Сделай Пролонгировали Еще Длительность Эффектов И я Еще Пролонгирую Длительность Эффектов Или Нет Не Или Или Сделай Например Нет Еще 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 Эффекты Блин Дьявол Из Корот Мне Так Надо Все Еще Легкое Ранение Хорошо Так Ты Что Можешь Делать Оленя Мы На Будущее Оставим Здесь Пока Он Парализован Окменение Астинка Хорошо Работает Может Еще Одну Стеночку Поставим Следом Последнюю Вот Так Менение 8 Секунд Ой Какая Халява Дьявол Из Корока Пойдет Пойдет Бить Именно Его Ну Или Вот Этого Упыря Работают 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 Тут Второе Дыхание Пожалуйста Есть Все Пошли Клинки 5 Секунд Окменение Есть Бобер Сейчас Начинает Набафовать Пиявочку Делать Сюда Стойком По-хорошему Надо На него Силу Восприятия Вычить Уроном Накинуть Да Точность Даст Этот Окаменел Но Все равно Продолжает Атаковать Это Норма А там Сбивание С ног Еще Ну Давай Бобер Пиявкой Пытаемся У этого Товарища Алот Что может Алот Алот Должен Делать Вот эту Штуку Там Тяжелое Ранение Все И пошла Пошла Сосредоточенность 70 Было 40 Стало 70 Пиявочкой Сейчас Вытянем У этого Товарища Олень Живой Даже Олень Живой Понимаете Даже Олень Живой Рой Насекомых Пиявка Пошла Пиявка Работает Си Инта Сила Что-то у меня Все Очень Высокая А Это Благодеяние Из-за Благодеяния Из-за Короны А что Вытянули Вытянули Защиту 120 У дракона Понизили Защиты Хорошо Да Точно Нет Или я Опять Скастовал Не то Нет Я Пиявку Скастовал Дикую Пиявку Что 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 Мне Дали Решительность Может Дали Нет Корона А что Что Я Вот Никак Не Могу Понять Может Мне Точность Дали 127 Так Или Иначе Надо Сейчас Делать Еще Заимствованный Инстинкт Точность Уже Соточка Соточка Точность Или Дождаться Понижения Скорости Атаки Повышения Скорости Атаки А заимствованный Инстинкт Он Мне Даст Точность Да А у него Интеллект Восприятие Уберет Точность И давай Заимствованный Инстинкт Тут Тяжелое Ранение Стоик Коронос Кставал Что По По Бафам Вообще Светилище Скоро Закончится Призыв Ведение Я бы На самом деле Еще Последний раз Скастовал Увеличение Длительности Положительных Воздействий Что Очень Хорошая Штука 10 секунд А ты Там 6 7 8 Сколько У тебя Там Бафов Есть Ты Их Продлеваешь Стон Курс Все Еще Работает Тут Стан На 3 Секунды Тут Еще На 3 Секунды Стан Поставили Поставила Лот Стенку Заимствованный Инстинкт Есть Точно 127 Почему Не больше Непонятно Ладно Продолжаем Сейчас уже Можно Постреливать Потихонечку Можно Кстати Стрельнуть Переключиться Во-первых На арбалет Потому что Да И добить Драконом Попал Не попал Попал 43 урона Найс 100 Сосредоточенности Минусуем Скорость Атаки Увеличиваем Скорость Атаки Стойком Давай-ка Еще раз Вот так Вот сделаем Плюс Дебаф Минус Один Дракон Четыре Косаря Опытом Гафонер Кос Минус Дьявол Скорока Идет Сюда Олень Олень Жив Все Замечательно Копьем Его Тут Можно Через Вшечку Под С С С С Вор Времени Работает 40 секунд Скорость Атаки Повышается Но С меня Спали Бафы Типа Стандартных Блэсов Перешив Делаемся Бобра Точность 80 У Дьявола Скорока 50 50 Правда К сожалению Но Тем не Менее Ту-ту-ту-ту-ду Инта 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 Да Что Сейчас Вор Времени Я уже Скастовал Смотрите Сколько Бафов Просто Посмотреть Блюда Концелот Кожа Святое Лунный Паутина Разумов Корона Благодеяние Заимствованный Вор Пиявки нет Ну тут уже Наверное Пиявку Хотя нет Пиявку стоит Сделать Пиявочки Жи бывают Разные Ой Как он Попадает Даже Несмотря на Колоссальные Резисты 51 Колющему Он Наносит 36 Урона 36 Так Это у нас Что Точно С плюс 20 Еще Нет Я то Попадаю Хорошо Просто Проблема В Почему Пиявку Не везаешь Она Даже Сверится Что Я Типа Ею За Концелот Все Еще Жив Такой Он Классный Пиявочка Есть Пиявочка Есть Пиявочка Восприятие 40 Защиту 180 По Реакции Да И у всех Такие Защиты 120 130 180 170 Обогнали Дракона По защитам Постреляем 89 Точность 23 23 Стоиком Не стоит Пропускать Ходы Стоит Продолжать Делать Бафы Бобром А че Бобром То Давай Тактическую Комбинацию На Союзника На Какого То Наверное Париджину Все Таки Нет Да Просто Стреляй Тяжелое Ранение 29 Хорошо Еще Появочка Ту-ту-ру-ту-рум Парум 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 Ну Нагрызает Три Смерти Дракон Победа Да Но Не с первого Раз Где-то С пятого Их Убил И то После того Как Принципиально Поменял Страту Сначала Не было Девчонку Убивать Действительно Потому Что Она Слишком Много Плохих Мещей Эээ Стоп Стоп Что Там Еще Кто Кто Жив Слышишь Давай В другое Заклинание Да Нормально Вбиваем Ксилрипов Сейчас Видимо Пойдем Заканчиваем Пацанной Квест Так Что далее Задание 7500 Опыта Престиж Вашей крепости Повышен На 15 Отряд Получил 7500 Всего Опыта 18000 Еще Еще Наверняка Здесь Лут Будет Какой Клевый Это Не Клевый Лут Ладно Это На Крафт А вот Вот Оно Гримуар Ленграта Ментальные Щиты На 4 Левеле Ленграта Предотвратить Изображение Ужаса Глушение Испуг Доминирование Отключение Шлам Дезориентация Офигеть Физические Щиты Ослепление Ослабление Застревание Тоже на колоссальное Количество Времени Все защиты Плюс 20 На 93 Секунды Волшебная Случайность Возникает Когда Взглянатель Остается 50% Вынослив Сразу Сбивает С ног Всех Врагов Поблизости Вычет Урона Еще Получает Короче Это Какая Это Вообще Имба Жестокая Мудрость Призывает Жезл Запускает Шар Магической Энергии Шар Достигает И зависает На несколько Мнедовений Взрывается Огромный Чистый Урон Ближайшим Врагам Перекачиваю Перекачивающий Образ Персонажи Попадают По противнику Заклинатель Чистый Урон Отклонение Реакции Увеличивается 50% Обычных Становится Легкими Только Для Отклонения Реакции Создает Иллюзию Заклинатель В другой Точке Повышает Отклонение Реакцию На время Действия Заклинания Кроме Того Многие Простые Становятся Легкими Кошмарная Дым Калинграда Вот Она На полминуты Здоровье Выносливость Скрыта Охранный Посох Мощный Боевой Посох Увеличивает Отклонение Отталкивает Врагов Вызывая Хромоту При каждой Спешной Атаке Да это Ну он Очень 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 Крутой Да Мне очень Повезло Что я его Сразу Практически Сбил С ног И все Ему даже Палочка Не нужна Все У него У него Гримуар Который Дает Такие Защиты Которых Ну в принципе Ни у кого Больше Нет Очень Круто Так Ну здесь Точно Будут Предметы Уверен Уверен Что-то Они Тут Запрятали Не может Такого Быть Неужели Только Гримуар Эй Найс Судя по всему Да Обычно Просто После Всех Всех Боссов Тебя Тебя Буквально Осыпают Уникальными Предметами Буквально 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 Можно вернуться В болотом Вот Сюда Вселение Культистов Но оно так Не столь важно Можно вернуться Сдать квест А Кстати Мы же Ритуальный круг Тоже Не Не прошли То есть не освободили его Ну давайте, ладно Так чешуя для легендарного энчанка Лучше любит примет Ясно Проходим дальше Халоту можно, конечно, гримуар поставить Этот альтернативный Можно записать вообще Здоровье, кстати, вскрытие не очень Ну, против АИ имеется в виду Но вот физические защиты На четвертом лавеле прям Ментальные щиты Да ладно, все записываю Потом Потом разберемся На четвертом левеле У меня как раз заклинания такие Не самые полезные Попробуем эфирного фантома Предостережение Всезащита вычет урона Самый ценный ингредиент для крафта Легендарное качество Игримуар Легендарное качество Говорите, да? Действительно Легендарное качество Чешуя болотного дракона Два глаза кракена Ничего себе То есть убил кракена За всю игру И можешь только Одно оружие зачаровать Ладно, бобер убил кракена Боевая музыка Почему-то да, не отключилась Но сейф можно делать Поэтому Сейчас мы пробежимся по этим Вообще они должны были Сразу Примкнуть ко мне Как только узнали Что их Их босс повержен И все Признать меня Ребят Тихо Вы чего? Сразу там Стон курс Какой-то Парализ Страх дикий дайка ужас да их много и маги сзади скажи себе не попадаю нифига ну да ладно раз почему ты не езаешь конечно сейчас паралич скастовал конечно сейчас еще вражеские олени полезут ой как же поторопился как я поторопился у них еще характеристики клевые давай так стойку врет ой еще олени собирается вызывать бобер попал на ток так стойка пришел в себя что я могу здесь делать особо ничто не может сделать уменьшить длительность вредных воздействий немножко установить выносливость это да ты можешь попробовать все-таки сделать вот так вот а бобер свинья да 12 20 секунд он будет свиньей еще разок пожалуйста стойк ну не тупи прошу тебя что ты можешь сделать снять страх типа ты скорее умрешь успеешь что-либо сделать ладно может разберемся там есть оглушение там есть парализация может быть как-то где-то что там получится так ты бей вот этого упыря олень олень к оленю и что-то взрывается тут огнем ладно михаил думай хочу думать надо надо действовать надо что-то делать скорее всего бобра надо будет воскрешать просто может стойком все бобер умер бобра воскрешаем стойк сейчас тоже умрет бобер вернулся а че так мало выносливости а я понял тебя выносливости мало потому что потому что жизни в принципе мало с как тут с тяжелое ранение хорошо то там стон курс хорошо с этими двумя разберемся получается есть если что резурект есть еще резурект отлично а боберы резуректнулся причем свиньей еще пять секунд он будет тупить так стойк давай-ка второе дыхание пожалуйста может мы сделать сделаем ауешечку вот так вот надо было сейчас оглушение запилить олень олень побежал давай грозу аллот еще раз вот так справляемся еще минус один бобер там так минус два бобер встает и падает что происходит а не-не-не это ты падает другой нормально все изи ща мы на оленье сделаем обилочку стойк тут естественно нас всех подлечит все упали сейчас с легендарного пистоля стрельнем разочек как перезарядимся так сразу стрелим давай бак 115 здравствуйте 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 убиваем последних двух я уже думал все двух драконов унизили а а на культистах умираем все хорошо так давайте на этой карте закончим квесты ну к полоске зайдем может там уже все само собой решилось и после этого пойдем мы с вами по основному квесту заканчивать я представляю что там дофига еще челленджи гневное письмо спасибо что пытается помочь но когда я сказал что мне нужны добровольцы я именно это имел ввиду мне интересно воскрешать трупы поэтому эти несчастные ставшие твоими жертвами мне не нужны я предпринял определенные меры чтобы не мы не оказались по пояс гулях пока ты будешь ощущать ту помойку которую строил из моего ритуального круга возможно тебе будет время чтобы хорошенько заполнить запомнить этот простой факт что мертвое тело плохой источник духовной сущности увязнувшей болоте увязнувшей болоте лучше забрать ту ту подругу это несколько аркадный конечно но после второго трое должен был точно поменять страту обновилось задание по ритуальному кругу так что скорее всего сам факт нахождения и прочтения письма даст нам возможность его освободить ты вернулся помоги мне выбраться отсюда на краю ритуального круга в грязи начертано пять знакомых символов точно такие как в записке которые вы нашли если бы вы не знали что искать они бы для вас просто они были бы для вас просто бороздами в грязи изучить повнимательнее вы наклоняетесь но не можете разглядеть в розчерках ничего примечательного что что то нашел бэна стоящий за барьером следит за каждым вашим жестом ваше внимание привлекает какое-то движение слева появился кто-то подняв взгляд вы видите что появился зритель привязанный дух в этом слабом свечении дух почти не видим это мерцающие сущности которые едва различаются на фоне болота в тумане начинает сгущаться несколько очертаний одно из них поднимает руки остановись пожалуйста кто вы что думал мы с этим уже разобрались ты в порядке бэна спрашивал ну он думает что мы с ним разговариваем нас призывал сюда бадрин но его дух ускользает от нас мы продолжим свою работу если ты нам позволишь это единственная цель которая у нас осталась а кто они улучшение себя и искусство добродетеля этот мужчина бэну он пропитан завистью мелочными желаниями он ворует у своего партнера он покинул своего ребенка но в его сущности заключен такой же блестящий потенциал как в любой другой твоя душа хранитель яркая ой-ёй-ёй-ёй-ёй я промахнулся вы чувствуете как в воздухе вдруг накапливается энергия вздувается сущность привязана к этому месту собравшиеся духи воют от недовольствия и разочарования и в этот раз бэна морщится услышав звук блин я его спас спасти решил от этого упыря такой я провал провальщик просто такой файл отдел пробел зацепил четвертым диалоги зря я так зря ребят тут файл в так рода дополнение парана закончились чем там третье еще дополнение нас тут не известно вышло штука два а сэйва нет да нет сэйва я наверное его тоже убьют поговорим возьмем экспу и убьем у тебя получилось я свободен херла где ты скотина и убежал пойдемте может с херлой поговорим расскажем что он ворует что он хреновый если не получится придется как-то его завести херла эй вот ты где бы на что-то упоминал о том как ты спас его шкуру ну я как бы не угу да бену благодарен и я тоже 2000 этому очень помог вот возьми это из моих личных запасов считает ты заслужил ладно хорошо давайте я выйду я засейвился не буду переделывать этот квест-класс понятно что поступил неправильно неправильно на мой взгляд ну как не так как хотел не факт что неправильно но бог с ним какой третий там же отдельная игра просто так то игры то не будет проект но вы же отменили достаточно давно я думал ты про компании в старкафте три штучки итак мы выходим на глобальную карту мы идем в сторону погребального острова через олдсон эй почему не могу да я могу только нет туплю саре я открыл просто карту и подумал что с нее могу путешествовать говорят ты молодой еще кто говорит да так и есть плата наемникам но это о кстати может быть стоит закупить престиж 30 наемники плюс разное может стоит купить сейчас парочку привал один хотя бы хотя здесь вот у этой торговки вроде бы есть но не уверен что у нее есть привалы и это не просто крафт материалы крафт материалы крафт материалами идем на погребальный и назад дороги не будет когда на смарт-тв станет нормально работать новый сайт я думаю что когда доля смарт-тв повысится в принципе их не так много совсем немного ну и возможно просто как мы разберемся с основными проблемами на большинстве устройств но я рад что нас пытаются по крайней мере смотреть на смарт-тв переправь меня на другую сторону привет антоха напоследок думаю менять ли мне героев этих или не менять в принципе мы с ними уже достаточно давно ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой давай-ка не будем с этим сражаться упырями они там еще зависает да можно покрафтить чешуёй арморчики ключевое конечно это армор полиджины не знаю это можно что-то еще крафтануть ей или нет осталось ли место так скажем да есть вычет урон но это топич она и под вайт маршем это раз бонус к характеристикам к сожалению не поместятся но и в общем-то бог с ним легендарный чародей дали ачивку к в результате суммарный получается вычет урона у этого армора в 15 19 14 20 19 очень хороший конечно и скорость восстановления при этом не 50 35 благодаря white маршу вычет урона огненного часть вычет урона колющего минус штраф к скорости и еще восьмерочка вычет урона вычет урона 20 20 29 19 25 24 очень ровненькие резисты у него получается в результате так а вторым на втором месте наверное у нас дьявол из корока и качество легендарной ей наверное стоит за тоже запилить потому что это доспехи а я бы и сталью тоже да давайте следующим потому что это два контактных товарища очень важных товарищ один танкует другой тоже должен держать удар нанося урон клинками на средоточение поэтому нас и соответственно белая кузня тоже сюда да можно защитный еще дать универсальный конечно самый отколющего давай скорость восстановления минус 40 16 20 24 8 ну еще восьмерочка вычет урона 19 23 27 11 похуже конечно ну что же поделать пара гигерков я думаю может полиджини все-таки вернуть щит на отклонение и защиту апнуть соответствующим образом но мне нужно будет разрывать связь духовную либо с клинком либо с молотом что как-то не очень круто тут с пистолетом белой кузни никак пистоль 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 обстрелить кто босс возможно зачаровать непосредственно перед ним опускаться на дно будешь и это конец нет но это это . не возврата так ее назовем то есть там будет продолжение но нас отвернуться я соответственно смогу поэтому я выполнил закончил второй апдейт white marsh и собственно в разобравший разобравшись с основными делами иду на дно в тени статуевые дикие видна огромная яма ее дна не достигает ни один луч света с поверхности но несмотря на это вы улавливаете дрожание призрачного свечения на глубине вы отшатываетесь от порыва ветра идущего из ямы он не холодный но от него кожа на руках покрывается мурашками ветер доносит шепот низкий и свистящий когда вы смотрите в яму души собираются вокруг вас они заключают вас в облако сущности который водоворотом кружит вокруг вашего тела пока вы обдумываете свой следующий шаг может лучше в бордель говорят вообще я привал не купил еще выйти забудьте пожалуйста кто-нибудь смит бира я помню и в комментариях умом не блистал и троллит весьма толстым не нужно так можно на любой срок абсолютно даже смайлик не всем уставит так возвращаемся я ожидаю неужели из помощников никого нет есть удача пошел обратный отчет неопределенный но это знак что я говорю правду это знак что плохо соображаешь поехали другая причина давай так так где лучше всего в бордель лучше всего бордель у нас в даре ондры да можно уже сюжетку болотный мертв такие хочу сюжетку я просто хочу прыгнуть в неизвестность по крайней мере с двумя отдохнув и с парой привалов ой 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 так наверху нас ждут бафы назовем это так ты будешь поднимать уровень бота не знаю еще не решил ну что подруга ты как вообще сколько полтос для героя очище очистившего дар не как-то с как-то дешево на втором этаже нормальные бафы будут а на первом как-то дешево лучше всего лучше всего отдыхать в борделе запомните ну в пилос офицерните сколько вот 300 начнем что у нас получилось атлетика телосложения сил отлично и калием сколько 200 отлично а сколько он будет длиться интересно у 4 на 3 15 обычных попаданий становится ой это эльф нет нет я пойду лучше а мне насторожил немножко его голос и я правильно начал читать стоп а вдруг у эльфа хороший баф Ребят, я же... Я же... Чёрт. Ё-моё. Смит, подчёркивание, поддержал наш канал на сумму 50 рублей и сообщает. Именно об этом я и говорю. Играйте. Я прав оказался. Играйте. Второй раз, кажется, нельзя... Сколько? Сейчас посмотрим, стакается или нет. Не, не стакается. А, и пропал прошлый бонус. Сколько? А, баф от таверны только один работает. Блин, нет, с эльфом я, пожалуй, не буду спать. А, баф от таверны имеется в виду, что... Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Здесь, кажется, в принципе, самый классный баф. В плане отдыха. Нет. Ловкость и восприятие. Ладно, давайте так возьмём. Где-то был замечательный, самый замечательный... А, ну ясно. То есть баф в прошлый не остался. Может, вырезать весь портель. Расист, да? Эльфов не любишь? Расист. Металлической мадаме там особо нечего качать. Хотя нет, есть что качать. Сейчас, сейчас, сейчас. Доберёмся до неё. К тому же у меня все 16-го левела, правильно ведь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Максимальный уровень. Последний левелап. Хочется оставить его. Нефийский баф опасается. Да, мне просто будет потом вспоминать про то, что мы тут... Да и, судя по всему, надо было спросить, сколько на самом деле. Если бы стоимость была большая... Да я хотел сказать, что баф, скорее всего, после этого был бы серьёзный. РЗН подчёркиванию 62 активировал премиум на ваш канал. А, привал не купил. Ладно, давайте так... Так будет интереснее. Блин. Бегал, по сути, за привалом, за вторым. Развлекался в борделе. В результате скинул все бафы, которые получил в борделе в средней таверне. Хорошо, что ещё животных не было. А, кстати, кажется, в какой-то из игр, именно вот серии, были животные. Или в Дивинис такой момент был. Ладно. Ториум, да, прошёл издейшие два дракона. Просто издейшие. Прыгаем в яму. Вы прыгаете, полагаясь на обещания богов и силу душ, надеясь, что они опустят вас вниз в сохранности. От внезапного падения у вас перехватывает дыхание, но души ловят вас, окружаясь сияющей гудящей аурой. Хоть они и замедляют ваше падение, но всё же вы чувствуете, что падаете быстрее, чем следовало бы. Сущность, обтекающая вас, сильная, но хаотичная. Вы замечаете, что смещаетесь к стене. Полиджина некоторое время падает вместе с вами, но во время её медленного падения она показывает странную способность парить в воздухе. Перья на её руках и щеках беззвучно дрожат на ветру. Внезапно её золотые глаза расширяются. Она скрикивает, «Осторожно, повелитель огня! Стена!» Атлетика 7. Перевернуться, направить себя в центр ямы. Вы направляете себя подальше от стен. Изи. Вам удаётся раскинуть руки и ноги, образовав небольшой крест. Благодаря этому вы придаёте устойчивость вашему положению и замедляете скорость падения. Теперь вы чувствуете себя уверенно до тех пор, пока не замечаете, что дьявол из корока всё ещё падает слишком быстро. Потеряв контроль, дьявол из корока стремительно летит вниз, переворачиваясь в воздухе. Вы могли бы попытаться прийти на помощь, но земля приближается быстро, а вам понадобится незаврядная быстрота и ловкость, чтобы избежать травм. Решительность не про... Я, короче, ныряю. У меня ловкость хорошая. Земля приближается слишком быстро. Вам быстроты не хватает. Ну как? Вы выхватываете своего спутника из свободного падения, дьявол из корока теперь в подушке направляющих душ, но не успеваете вовремя вернуть себе равновесие. Вы принимаете на себя основные удары тяжёлого приземления на тысячелетние камни суда грешников. Для этого контента уровень отряда считается высоким. Ну, здесь 12, видимо, ловил максимальный. Если хотите сложность основных заданий, можно увеличить, чтобы играть было интересней. Награды останутся теми же, независимо от вашего выбора. Сделанный выбор нельзя изменить. Высокоуровневый. Ну, мне дважды предлагали, я дважды соглашался. Вспышка слева, да. Кажется, прошла вечность, прежде чем стремительное падение резко прекратилось. На минуту вы замираете, пока успокоится сердцебиение и привыкнут глаза. Воздух тут затклый, забытый. Перед тобой в туском свете едва виднеется узкая полуразрушенная тропа, извилистая, уходящая вглубь огромной, кажется бесконечной пещеры. Вдали удается различить холодные мерцания живых адровых жил, прорезающихся из глубин и ветвящихся мудреными узорами. Их слабое и непостоянное свечение выхватывает из мрака древнюю тропу. Вы поднимаете взор на расщелину, в которую спрыгнули. Теперь это всего лишь светлая пятнышка, далекая звезда, одинокая и недостижимая. Теперь один путь, только вперед. Похоже на последний миссию, к чему? Оу! Все живы, только у бобра нет ребра. Телосложение минус 4, господи. Ну у меня телосложение и так, как вы знаете, такое. Ничего. Никакое. Сейчас вообще единичка. И поехали. Оп, сразу Утецкий. Привал. А-а-а! Перчатки с силой. Ладно, один привал считайте. Ловушка, ловушка. Ладно, давайте дьяволы из корокопы славулатница. Механику увеличить я не могу. Атлетикой повыше, наконец. 100. Ну и пару скрытостей Она у нас дагерок Ей Она два оружия взяла вообще Можно взять упреждающий удар И упреждение А можно игнорируемый вычет в ближнем бою Вот это наверное лучше Может и с дагерами Это клевая штука Все Там не такой высокий урон Чтобы Хотя там чистый урон Я только что понизил скорость атаки Без какого-либо эффекта Захвачет немного кривой Одну букву съедает Без проблем Смотри оп У меня сейчас снизу тут Сейчас по-другому сделаем Не прав, не прав я Так На самом деле можно силу телосторжения Скорость атаки Сделать Вот безумие чужеземца Как раз для того, чтобы Один раз за бой После того, как ей бобер дает Да, давайте безумие Варварскую обилку возьмем Чтобы она била сильнее Чаще била И Больше средоточенности Забирала Обезоруживаем ловушки Мы пришли вот прям Четенько Шестнадцатым левелом Последний левелап сделали При входе О, духи Защита так себе Но Их достаточно много Их достаточно много Я не хочу Тратить слишком много Ну На Не знаю точно Сколько там еще Впереди врагов Бобер стремя Просто и все Они достаточно простые Только паралич тут Сложный Они не пробивают Они просто не пробивают Какой там урон Давай вверх Ваншот просто Прилетает Я не слабенький Слабенький, слабенький Тем более это Обычные призраки И духи Даже не сингулы какие-то Это те, с которыми Я встречался Там на второй части Трансляции Духи По крайней мере Понимаете? Там где шесть человек Меня разворачивали Всю пати Из трех человек Мои Или из четырех Лута здесь Вряд ли Да Лута здесь нет Новые имба-бафы будут? Так все заклинания Уже открыты Ну разве что У Алота Заклинания Новые Были записаны Не так давно Ооо Тут адровый анимат Он посерьезнее будет В плане защиты По крайней мере А у него же еще Дикий вычет урона Вон Похолю еще Мы 33 Кто с тобой? Есть молот Есть дробящий Стоит вообще Выбивает Так Имеется У нас Место С Как называется Адровая темница душ Где в четыре Разные стороны Отходят Есть ответвление Ответвление Сейчас Тп-шится Будет Все Нет Это же духи Они же могут Ладно Так Приложим Пока Пока ничего Абсолютно сложного Нет Абсолютно Ничего сложного Нет Урон Крайне Маленький У них Есть конечно Контроль Неприятный В том плане Что Двое Трое Оглушены Периодически Но Это не страшно Подозрительный Личко Вроде не должно быть такое Хотя Нового мироздания Мироздание Что там Ловушка Справа Безврежно Тоже чувствую Ловушки Должны быть На мосту По идее Нет Адровый Анимат Опачки Здрасте Ладно Уже Серьезней Давай-ка Помедленнее По крайней мере Будем Стараться Делать Те заклинания Которые Являются Бесплатными У них Когню резистов Нет Особо Сбивание С ног Как Работает Дьявол Искорок После этого Взяли И сбили С ног После этой фразы Что работаем Хорошее Дыхание Хорошо Отталкиваем Сбивать А я уже Типа сбил С ног Бобер попал 25 всего лишь Потому что Вычет урона 33 Надо по мелким Стрелять Чтобы эффект Был заметнее Мы пойдем Давай 61 Отлично Большая часть Из них Ступит Пройти не может Тут так Тут так Хорошая позиция Они все Милишные Сделать Ничего Не могут Снова Сбиваем С ног Стреляем По мелким Убиваем Ну не серьезно Пока Может все таки То усиление Не мобов Твоих ребят Аж слишком легко Так я думаю Что просто По нарастающей Должно идти Но Действительно Как-то Странно Что Духов Скармливают Вначале Полиджина Смолк Двуручный Маш Дорог Вот их я проверил Вдруг бутылки Какие-нибудь Будут Нет крафтовые Материалы Кстати о бутылках Я бы хотел Во-первых Выносливость Вот так вот Запроверить Чтобы у всех Она была В количестве Там 4-5 штук Дьявола Из корока Нет Во-вторых Хотелось бы А у дьявола Из корока Нет Потому что Она не пьет Есть такая у нее Черта Она не пьет И Выносливость Здоровье Точность Урон Макс Выносливость Это кстати Минус Дьявола Что она не способна Потреблять Напитки Или еду Действительно Минус Вижу Сундук Сложность 9 Не представляет Серьезной Проблемы Там доспех Отличного качества Но Вряд ли Здесь будут Какие-то предметы Такие прям Серьезные Учитывая То что это Типа конец Это Семь Да Это здание По центру Темница Душ Столбы Страшников Темница Душ Скрипт И Авара Что-то не с лицом Над вами нависает Адровый столб Неподвижный И безмолвный Его рельефные Слои Подобно кольцам Дерева Отражают Течение времени Столб Похож на Большую Глыбу Льда А глубоко Внутри Вы чувствуете Слабое Мерцающее Пламя Почти потухшее Но защищенное От разрушительного Действия Стихий При вашем Приближении Пламя Перестает Колебаться И набирает Силу А слои Отделяющие Вас От него Тают Вы купаетесь В сиянии Этого яркого Маяка Во тьме Свечение Постепенно Угасает Кажется Будто ваши Глаза Приспособились К его Яркости Там Где оно Было Появляется И авара Фантом Висящий Над Влажным Полом Тюрьмы Несмотря На то Что возраст Ее Определить Сложно Она Немножко Изменилась Возможно Дело В легкой Сутулости И темных Кругах Под глазами Ее Лицо Пересекает Широкий Шрам С тонкими Жилками След От Пламени Который Не зажил Даже После Ты так Отличаешься От того Кем Был Тогда При этом Многое Не изменилось Старые Проблемы С новым Лицом Что привело Тебя Сюда Ох Агрессивно Дана Призрака Давай Хотел Убедиться Что ты все еще Страдаешь За свое Прегрешение Похоже Мне здесь Осталось Незавершенное Дело После Нашего Последнего Разговора Я надеялась Что ты Найдешь Искомое Оно Скользало От тебя Все это Время Могу Только догадываться Что твое Присутствие Здесь Как-то Связано С Таосом Энергия Этого Места Изменяется Когда он Поблизости Не знаю Что он Сделал Но могу Сказать Что души Попадают Сюда Не по Своей воле Таос Вывел их Из цикла Он хочет Наделить Власть Вуэдико И обвинить Анимансию В бедах Которые Он принес Миру Она качает Головой Столько Времени Прошло Он все еще Идет Против течения Ты знал У меня В той же Жизни Что и Таос Мне нужно Кое-что Узнать О том Времени Расскажу Что помню Тогда Произошло Что-то Что не дает Покоя Моей душе Мне нужно Знать Что это И у меня Мало времени Я вижу Эпизоды Из той Жизни О тебе О инквизиции О таосе Сейчас Весь сюжет Мы узнаем Я бы чай Сделал Или кофе Сейчас Секунду 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 Тогда Произошло Да О тебе О инквизиции О таосе Я вижу Его влияние Которое Все еще Висит Как Груст На твоей Шее Так Было Всегда Он Пробудил Что-то В тебе Мы Говорили О нем В предыдущий Раз Когда Ты был Здесь Когда Я был Здесь Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Привет Подскажи Когда Починят Мобильное Приложение Иногда Так Хочется Поставить Пеку Майкеру А нельзя Пишет А кто-то Смотрит Сейчас Из мобильного Приложения Ну Из какого Во-первых Вот Такой вопрос Потому что Их по крайней мере Два Ну вообще Три Но Два Распространенных И Второй вопрос Пробовал ли ты Переустановить Приложение Или запустить Его заново Потому что На моей памяти Писали с приложений Много раз Но вдруг Там что-то Опять Сломалось Просто Перелогинси Будет работать Говорит Мухолов Это было Сразу после Суда Ты был Взволнован Наверное Потому что Обсуждал Возможность Того Что мое Учение Может быть Истинным Вот Асетр Пишет Перелогинси Из приложения На андроиде Явара Поджимает Губы И хмурит Лоб На ее лице Заметно Сожаление Она переводит Взгляд С одного Вашего Глаза На другой Будто В поисках Чего-то Что может Поможет Ей Решить Говорить Или Нет Что Боги Ненастоящие Откидывает Голову Назад И весело Смеется Ха-ха-ха Конечно Нет Теперь Становится Все На свои Места А вот Сдает Сухой Горький Смешок Я баловался Этой Идеи С того момента Как Делимган Ее предположила Но как ни странно Чувствую Что это похоже На облегчение Ха-ха Для нее Возможно Боги Над многими Поглумились Это Мелкая Месть Чушь Вызвизгивает Керавиас Из-за которого Быстро краснеет Как только Вырывается Это восклицание Очевидно Она никогда Не ощущала На себя Гнева богов Она бы знала Насколько Настоящими Они могут быть Я говорила Что боги Веру В которых мы Несли Были совсем Не богами А чем-то Совершенно Иным Чем-то Что создали Сами люди Кто их создал И зачем Их придумали Энгвитанцы Общество Благородных умов И широких интересов Народ Таоса В их время Каждый Народ Молился Собственным Богам И когда О христианстве Речь идет Иногда Они воевали За него После того Как Энгвитанцы Побывали В низких Таких Воинах Они решили Положить Этому Конец Они направили Все свои силы На то Чтобы найти Истинных Создателей Фотос Говорит Ой Работает Отлично Поколение За поколением Они изучали И исследовали Швы Скрепляющие Мир И раскрыли Его секреты Однажды Они нашли Ответ Только ответ Этот заключался В его отсутствии Они не могли Найти богов Потому что Их не было Если когда-то И были То уже исчезли Ну возникает Логичный вопрос С кем тогда Я разговариваю Периодически Не только я Эта находка Их потрясла Если они смогли Обнаружить это Самостоятельно То много ли Понадобится Времени другим Сколько времени Осталось до того Как война И хаос Выцарятся над миром Без последствий Но они Многим научились В своей погоне За ответами С помощью Своего мастерства Они создали Собственных богов Которые Должны были Заполнить Пустоту И направили Миссионеров Во все уголки Мира Чтобы распространять Свою веру Как ты это узнала? Все Энгвитанские Миссионеры Знали это Но они Никогда не Рассказывали другим Этот секрет Они должны были Унитисти С собой В конечном счете Они позволили Своим Родословным Уйти в небытие По назначению Я должна была Присоединиться К нескольким В их храме Я обнаружила Что дверь в их Покое Закрыта Но стены были Из камня А дверь тонкой До меня Доносились Их голоса Я услышала Достаточно Я поверила Поверила То Проверила То о чем Они говорили И все было Именно так Как они говорили Позже Когда я покинула Орден Несколько инвитанцев Посчитали мои слова Убедительными И присоединились ко мне Они открыли мне то Что я еще не знала Почему ты основала Собственную веру Я никогда не думала Об этом как о вере Но думаю Что это подходящее название Позволить миру увидеть Позволить всем Решать самим Что делать Это была моя вера Анархия Я стала миссионером Потому что Боги дали мне надежду Которую я хотела Поделиться с другими На некоторое время Истина привела меня В темное место А потом настал день Когда я поняла Что ничего не изменилось Что у меня все еще Была цель Что она не изменилась И что ради нее Стоило жить Я стала публично Доказывать Несостоятельность Учения других Миссионеров Разоблачать их Дешевые трюки Со временем Их паства Стало моей Фух Правда ли это То что ты Проповедовал Ты уже раньше Спрашивал это у меня Никакие мои слова Не могут быть Достаточным доказательством Возможно в твоей душе Нужна Твоей душе Нужна Определенность Логическое завершение Но если ты собираешься Туда Куда Таос Направляет Этой души Увидишь сам Как уже случилось Однажды Каждый сталкивается С этой правдой Рано или поздно Мало кто смотрит Ей в глаза Мало у кого Хватает духа Спросить А что если Избегая этого вопроса Они отказываются От собственной личности Явара молча Осматривает своих Слушателей И поочередно Задерживает Свои задумчивые глаза На каждом Участнике Вашей компании Изучая Скрытое внутри Она Приключает Внимание Настойко А что если Твою судьбу Решила Запретное знание А не ошибка В чем ты виноват Магран Наставила меня На путь Она Непостоянна И жестока Но так она учит Ты ничего не знаешь Об огнях Которые меня Закалили А что если Сами огни Это ложь Ложь Которую ты Рассказываешь себе Чтобы сократить Разрыв между Опытом И истиной На лбу Стойко выступают Капли пота Истекают по лицу С стремительными Ручьяками Словно Он глыба льда Стоящая перед Большим костром Ее глаза Останавливаются на лоте А что если Ты всегда был одинок Без покровительства С учетом того Что наставников Я выбрал неудачно Мне должно радовать Что я От них свободен Свобода была всегда Руководство было иллюзией А что если Ни один из направляющих Не знал пути Как тогда выбирать курс Она разглядит Херавиаса Который дергает ушами Когда она переводит На него взгляд Если ни один Не знал пути Он смотрит на нее По часовым подбородок И если появляется улыбка Любой ученик Вайля Знает Что твой вопрос Не имеет значения Независимо от того Мудры они или нет Боги не могут Наделить нас Непроходящей мудростью Они могут только Вдохновить нас На поиск мудрости В собственном времени А что если Даже власть Над всем сущим Не дает ответ На самые простые вопросы Это к Полиджинь Уже обращается Сейчас она устроит Я перестала задавать Такие вопросы уже давно Достаточно Использовать время Которое у нас есть В этой жизни Для заботы о тех Кого мы любим Она смотрит на дьявола Из коробочей Глаза холодно Сверкают В бледном сиянии А что если Твоему телу Суждено пережить Твою цель Ооо И оставить меня в клетке Как тебя Я не позволю Своей душе Гнить в этой штуке Возможно У тебя не будет Освого выбора Если говорить о цели То в этом Выбор за тобой Вы чувствуете Вес Прозрачный Глаз И авары На своей душе А что если Мы Ни в чем Не можем Быть уверены Я не знаю Седьмой Вариант Ответа Тогда Значение Имеет только То что мы Создаем с вами Отличный вариант Тогда мы Сможем найти мир Только тогда Когда перестанем Существовать Тогда вопросы Всегда были важнее Ответов Возможно Интересные подходы Чем меньшему числу Об этом будет известно Тем лучше Смириться с этим Тут нет правильного ответа Ну то есть Как хочешь Так и отвечай Тут интересно Больше Выбрать Наиболее близкие Тебе ответы Послушать реакции Да давайте Самый первый вариант Значение Имеет только то Что мы создаем сами Нет Не знаю Первый Сколько Да 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 Верус Смысл нашей жизни В нас самих И тех Кто нам дорог В том что мы создаем Заключено не только Счастье Но и печаль Каждое создание Несет несовершенство Своего создателя И создателя Этого создателя Искусство и песни Создание Но оружие и ложь Тоже Вы должны проявлять Осторожность Чтобы наши создания Нас не поглотили Круто Я вас замечаю Что-то в вашем выражении Меняет тон Я задаю эти вопросы Не для того Чтобы причинить беспокойство А чтобы показать Почему они важны Простых ответов нет Но где-то среди них Спрятана истина Настолько красивая Что даже Бог Не смог бы ее постичь Разве мы не заслушиваем Шанса найти свою роль В ней Заслуживаем даже Без подтверждений Это все равно истина Нет У всех должно быть чувство Что всему есть причина Поддельная причина Лучше чем ее отсутствие Не думаю Что есть какая-то разница Разница есть А, давай первый Если ты правду в это веришь То ты сильно изменился Раньше ты говорил совсем иное Бывает Я уже так давно здесь Наедине со своими мыслями Уже заметно Я смирилась со своими Неудачами и наказанием Я больше не проклинаю Судьбу за то, что не сбылось Но есть кое-что Что царапало И скребло мой разум Все эти годы То, что не дает мне покоя Пока я не буду знать Пока я не пойму Первый раз на ее Умертворенном лице Появляются признаки сомнения Мне нужно знать Почему ты решил встать На сторону Инквизиции Даже узнав правду Ты Ты помнишь? Когда вы слышите ее вопрос Перед вашим мысленным взором Появляется воспоминание Такое явное Будто это произошло только что Я не простил тебя За то, что случилось между нами Твои учения были угрозой Всему, что я верил Я ненавидел тебя Я хотел Оказать богам услугу Твоя поимка принесла мне славу Я боялся того, что со мной Мог сделать Таос Не думаю, что у меня была Какая-то причина Я просто это сделал Сложно отвечать на вопрос Относительно действия Которого реально в игре Ты не совершал То есть это вопрос К неким воспоминаниям Которые я не застал О которых я знаю Косвенно По диалогам И своим Причем своим ответом На вопросы Когда мы вот С Таосом общались Он спрашивал, например Про Ивару И там были Были темы Связанные с этим Но если оттолкнуться Ну да Не было какой-то тактики Что случилось Что случилось между нами Услуга Слава Давайте узнаем Что случилось между нами Я знал, что рискую Принимая тебя в свой лагерь Знал, что у тебя остались Сильные чувства Аааа И своей гордыней Я надеялась направить их веру Вот так вот Она мигает, будто пробуждаясь От кошмара Хорошо, хорошо То, о чем я учила То, во что верила Мне нужно было это услышать Мне нужно было знать Что это не из-за того, что Из-за того, что Я подумал, что Таос был прав Сомневался Почему? Давай выкладывай уже Почему? Мне нужно было знать Что это не из-за того Что узнав все это Ты все равно решил Поверить в ложь Нет Не из-за этого Если это тот вывод Который приходит Узнав всю правду То моя цель была ошибка Естественно Тут вообще какая-то Какая-то грязь пошла Первый Ты был больше другом Чем другом для меня Ты был единственным Кому я могла верить Я всегда верила В твое суждение Никогда не чувствовала себя Настолько уверенной В своих убеждениях Как в тот день Когда ты прибыл В мой лагерь Ты слышал обе стороны Увидел все И если не ты То кто? Ты никогда не сможешь Убедить всех Кого-либо Правде или лжи Всегда будет расходиться Во взглядах Верно Я тебя понимаю Вообще другое верно Твой оптимизм Был неуместным Поэтому ты сейчас здесь Ой, какой жестокий Я тебя понимаю Я осознаю безрассудство Попыток узнать Так много И столь малого У меня было Время Чтобы обдумать Это со всех сторон Но в итоге Больше у меня Ничего не было Несмотря на то Что ты мне сказал Какая-то часть меня знает Что я не получила Своих ответов Их не даст и вечность Безмолвных раздумий У меня остаются Лишь догадки Подозрения И мне придется Довольствоваться этим А что ты думаешь О нашем прошлом Ты доволен Сделанным выбором Вот, не я сделал этот выбор Я не несу Никакой ответственности Нет Нееет Душа-то моя В конце концов Тело не мое Это знаете Как после пьянки Типа Я ничего не помню Значит ответственности нет Никогда у меня такого не было Сейчас я вижу мир Сожалею Прошу прощения Нет Слабый Сделай еще раз Я будь мне шанс Ой, господи Ты пришел в ее лагерь Сказал, что хочешь ее убить Сдал Таоса в итоге Я? Пришел в лагерь Да, что-то вспоминаю Блин, нехорошо получилось Пришел на сторону инквизиции Потому что прыгнулись На твои ботиночки А потом я их стрел Хорошо Ладно Допустим, допустим Если это действительно так Что я пришел к ней в лагерь Сказал, что хочу убить Она там Меня, типа Попыталась переубедить Ну, в смысле Раскрыть правду Я ее сдал Таосу Это хреновый поступок Ну, хреновый Реально хреновый Поэтому я все-таки Сожалею, что поступил Так с тобой Я тебя простил Очень давно Независимо С твоих мотивов За ними стоит Общие обстоятельства Зная, это тяжело Держать зло В твоем В своем сердце Сколько Нету такого варианта Да, она не очень такая Как бы это сказать Плотная, что ли Ступени к колесу Сначала я думала, что есть А что там Сначала я думала, что это и есть Источник включения твоей души Теперь я вижу, что ошиблась Ты не разделена из-за этого вопроса Ты оставила это позади Причина твоих страданий Заключается в Таосе В солнце, в тени Твои вопросы предназначены Не для меня, а для него Возможно, только ответ из его уст Удовлетворит твои нужды Если я могу сказать тебе что-то Что будет полезно, спрашивай, я отвечу Как мне заставить Таоса Сказать, что мне нужно знать Ты не найдешь более целеустремленного существа На всей Эоре Нет никакого выгодного предложения Заклинания или боли Которые могли бы заставить его раскрыть То, что он скрывает Но я так понимаю, что ты стал хранителем В этой жизни Возможно, будучи побежденным Когда он больше не сможет защищаться Ты от него что-то узнаешь Почему он сделал все это? Ну, власть, могущество, что ли? Его забудет только тайны, которые он скрывает Он уничтожает любого, кто может ее раскрыть Независимо от того, насколько это вероятно Поэтому он всегда предпочитал воедику И из-за ее любви к обещаниям или правосудия Из-за ее принадлежения к правилам И желания делать все необходимое Для Таоса она не божество, а союзник по сговору Когда ее силы растут, она поступает по своему желанию Как с этим миром, так и со своим И она хочет защитить этот секрет так же сильно, как и он Если Таос преуспеет, произойдет сдвиг в балансе сил между богами Воедика была побеждена, когда боги решили, что она зашла слишком далеко, а ее силы уменьшилась Нельзя сказать, что она будет делать, получив эту подпитку С уверенностью можно сказать только то, что в мире воцарится хаос Таос, хаос Как и в нашем Ты здесь в заточении навечно? В каком-то роде Это Брейт Эмман, суд грешников Души заключаются здесь до тех пор, пока они искупят свою вину Они должны молить о прощении у богов Отдать им свою душу И тогда они будут подняты отсюда в мир наверху На самом деле они получают снисхождение, но не настоящее помилование Ненависть воедики вечно Они висят наверху на месте старого суда И не могут покинуть остров Души навеки отрежены от цикла Грустно Когда-то тюрьма была заполнена во времена Инквизиции Но время стачивает все, даже волю Я единственный, оставшийся заключенный Все же сейчас я отчетливо чувствую их присутствие, как было в начале Ты привел многих из них сюда, не требует осудить Таоса Похоже, ты заключил какую-то сделку с богами? Ой! Я в своих целях их использую Они помогают тебе, потому что хотят использовать тебя в собственных целях Инквитанцы создали богов из идеалов А идеал сам по себе нечто гротескное и порочное Но эти души, эти прощенные, которых боги передали тебе как какое-то имущество Они были преданными последователями в жизни Они будут с тобой до самого конца Почему ты не покаялась? Могла бы высподлиться отсюда В последний раз, когда мне задавали такой вопрос, я была привязана к железному колесу со сломанным позвоночником Я сомневаюсь во многих выборах, которые сделала в жизни Но этот суд — единственный момент, в котором я уверена Мне не нужен хор богов, чтобы знать, что я была права Да Пока им нужно напомнить, что у нас есть дух И что дух не поддается воздействию их силы Они властны манипулировать нами, запугивать и губить нас Но им не изменить нашу волю Я останусь здесь до тех пор, пока мир не разрушится и не исчезнет И мое сердце будет наполнено радостью Ибо я буду знать, что показало им, кто они на самом деле вообще Мне пора, слушай, Таос не будет тебя ждать Если ты не догонишь его сейчас, ты можешь никогда больше не найти Четыре варианта ответа Боги дали мне души их прощенных Если ты покаешься, ты сможешь присоединиться к ним Помоги мне нанести Таос, решающий дар Твоя непокорность иллюзия Ты во власти богов связана по правилам, застряла в их системе Система Система работает Твое продолжающее существование доказательства верховенства богов над всеми нами Если бы ты не зародил во мне сомнения давню-недавно Я бы жил сейчас нормальной жизнью, прежде чем идти, отплачу тебя за это проклятие Тогда я не буду больше терять время Ну, все не подходит Прощай Я была рада увидеть тебя еще один последний раз, старый друг С тех пор, как я последний раз видел дружелюбное лицо, прошло очень много времени Если мы когда-нибудь встретимся снова в этой жизни или любой другой, надеюсь, что тебя не будет ничего больше тревожить Пис Даааа, вот поговорили Еще один привал Очень хорошо, кстати Боги обман, которых мы верили тысячи лет Потому что я не знаю, делать ли привал или не делать Я бы сделал привал против духов Там спуск просто вниз, это значит, что мне придется возвращаться назад Не факт, что тут не только были духи, только, кажется, и носители были Да, способность нужно новую посмотреть Бобра, столько, правда, обилок, не успеваешь юзать Найти Тауса, нормальное такое задание Вот она, обилочка Один раз между отдыхем на ступени к колесу Паралично, 4-7 секунд Мне под конец игры дали обилку за 20 сосредоточенностей этим Сайфером Ну, правда, это ауешный вариант Плюс недомогание А какой ауеш? Неплохо Дааа, ладно, посмотрим Давайте поговорим напоследок Яйцо лоты искажено от ярости и отчаяния Нам лгали всю нашу жизнь, и многие жизни до этого И мы поверили в пантеон богов, которые вообще этого не заслуживали Ингвитанцы были правы Мы глупцы, и на нас нельзя положиться Если нас кто-то не будет ограничивать Давай, вдави его Он кидывал голос назад Я удивлен, усышься это от тебя Кажется, что много вреда причиняет навязывание высшестоящей силы Когда в ней, возможно, нет необходимости Мы видели те чудовищные преступления, которые совершили члены свинцового ключа Даже не понимая, почему и для кого они это делают На этот раз Эльф с располовением души прав Жить в неведении, это значит позволить богам делать с нами все, что им захочется Я тоже много думал Когда ты закончишь Таосом, от него мало что останется, если правильно понял твой метод И от него голок рта приподнимается в их ноги Свинцовый ключ будет обезглавлен Возможно, лучше так ему и остаться Нет, кто-то должен заменить его Он поворачивает голову Я не ожидал услышать это от тебя А вот так вот Зачем ему продолжать деятельность? Во, давайте стойку туда поставим Если ты возглавишь свинцовый ключ, то я, по крайней мере, буду знать, что они перестанут охотиться за мной Давай встретимся с Таосом Когда все закончится, я не забуду, что мы прошли Я сделаю свинцовый ключ еще более сильным и лучшим наставником для народа И я не повторю ошибок Таоса И вы верите этому Эльфу-шизофренику? Господи, кого я поставил руководить-то? Ой Завалит направление Капец На эту должность нужен нормальный авторитетный функционер Типа даже полиджины С дисциплиной, с нормальными принципами Без вот этих вот мальчик-девочка в одном теле Этот прям... Он, во-первых, сразу запьет Потом, скорее всего, его вторая половинка еще Да, начнет себя проявлять Обычным диалогом я просто весь мир запорол Все, что вы оставили... Короче... Полиджины дисциплина, но она... Самая, наверное, дисциплинированная из всех, кто здесь есть Все-таки Самый недисциплинированный палатин Дисциплинированнее, чем все остальные Ну так же веселее, да? Тебе не жалко людей-то? Ой... 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 Офигеть, ребят, все выходим Выходим, нас окружили Блин... Офигеть... 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 Ой... Офигеть... 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 Ой... А, сбивание сток 11 секунд Ну, валяйся тогда Ну все, по поверженному Теневого Дрейка сбили Энгитанские тени Разогнали Все, Дрейка добили Никто не... Не вообще Никто не пострадал Дрим Тим Я жду уничтожения Пиявку, может, на дракона Зачем, если он Вообще ничего не делает Мы продвигаемся Медленно, но Неумолимо В центр Душа Здравствуйте Вайль Тени в пещере внезапно Удлиняются Поглощают ваш Когда ваши глаза Приспосабливаются к темноте Вы обнаруживаете себя Среди того, что должно быть Еще одним видением Вас окружает туман Земля под ногами Кажется пружинистой Такое впечатление, что После каждого вашего шага С почвы исчезают Все следы вашего Прохождения Тут же, как по сигналу Туман перед вами рассеивается Словно Ровно Настолько, чтобы вы Смогли сделать пару шагов Вперед Вы делаете эти шаги Туман смыкается За вашей спиной Вы продвигаетесь Таким образом Еще несколько минут По шагу за раз Видя только землю Прямо перед собой Через некоторое время Через мглу Прорываются лучи света А вы оказываетесь Напротив стены Ущелья Стоик Дергает головой Будто в его ухо Залетел комар Он беспорядочно Машет посохом В воздухе перед собой Что-то со свистом Проносится мимо вас Поворачиваясь Вы краем глаза Замечаете какое-то движение В тумане Проносится неясный предмет Маленький и круглый Кажется, вы замечаете Еще один И еще Они порхают Чуть за пределами Вашего поля зрения Вы поворачиваетесь Обратно к стене Ущелья Солнце Идет По своему пути И то, что раньше Выглядело гладкой Поверхностью скалы Теперь стало Отверстием пещеры Из нее выходит Фигура Черты которой Постоянно двигаются И изменяются На ваших глазах Неужели это Это точно он Вайль Я никогда бы не подумал Что он покажется сам Исухи Равиаса Заливает румянец Его здоровый глаз Расширяется от вострока Невероятно Даже его вид Изменчивый И непостижимый Поразительно У него отвисает челюсть Речь превращается В невнятное бормотание Фигура превращается Из мужской в женскую Из орлана в алмава Ее кости удлиняются А шерсть исчезает В коже Единственная черта Которая остается неизменной Гладкое Безглазое лицо Стремительно кружащие формы С тумана собираются Вокруг фигуры Образуя вращающиеся Облако И вы понимаете Что это глаза Ты недооцениваешь Цену тайны Хранителя Закрытый свиток Скрытая истина Это мои пути Ты распутываешь Нить Хранитель Потому что Сериал И находил Вновь В течение Многих поколений И достигнув Ее конца Ты оказался Вначале Говори понятней Вэль хихикает Странно изменяющийся звук Который повышается То понижается Когда бог меняет Свою форму И лишить смысла Конец Которого ты Практически достиг Поиски ответов На твое прошлое Всего лишь Перевели к себя К новой тайне Еще более масштабной Стойк Говорит Поговорить хочет Да, стойк хочет Моя цель Позаботиться о душе Которую Задачил Таос Да Но что ты с ними Будешь делать Отпущу Туманность из душ Слепых И наполненных потенциалом Ответ на вопрос В Эдики И твое начало Что ты будешь с этим делать Либо Значит, Хайли Говорит, что Можно вернуть Пусторожденным Галавейн, Магран И Абидон Сказали, что Можно их использовать Чтобы укрепить Другие души Я так понимаю У тебя есть идея По этому поводу В облаках Появляется просвет Сильный ливень Смывает с лица Все черты Затем на пустом лице Начинает появляться Упросы чего-то Что вы раньше Никогда не видели Не вверяй Судьбы душ Решению Какого-то бога Ты нашел их А теперь Рассей по миру Чтобы не бог Несмертный Не знал Где они окажутся Пусть они снова Потеряются Это новый ответ На новые загадки Да ты офигел Интеллект 17 Ты говоришь мне Что я не должен допустить Чтобы бог решил судьбу Но похоже Ты против У меня именно это В какой-то смысле Это так Но что-то нужно сделать И самый верный путь Отбросить их За пределы всех Энтеллект Ой господи Конечно Манипулируют Какой цель это послужит? Никакой В этом и весь смысл Но он такой Это такой бог Прощай Так говорят в конце пути Это всего лишь перепутье Даже не знаю Что ты выберешь Из тени новых Тени из новых пещер Плавятся И распространяются По окружающему пейзажу Скрывая вас в темноте Когда возвращается свет Видений уже больше нет Так давайте поговорим Со стойком еще Такой В чем дело хранитель? Такое впечатление Что стойк вас не узнает Но через мгновение Он мигает и хмурится Ты должен уйти Ладно забудь Пойдем дальше Найс и куэть Ой-ой-ой-ой Конечно в центр пойти Но судя по всему Здесь еще один Давайте поговорим Или с этим тоже Или зажжем просто Ну ясно зажег Дверь там какая-то Еще Ладно Сам виноват Любопытство Любопытство Меня сгубит Когда-нибудь Не сейчас конечно Ну вроде нормально Ой Еще один теневой дрейк Ребят Ну хорош Сбили с ног Отличный выстрел Дрейк падает По бобру Тем не менее Попали К сожалению Параличный 12 Парализованный дрейк Летает Атакует Господи Как они мне дороги А 18 секунд Пролеча Ну вроде Сейчас дрейк Ведет себя Спокойнее Почти как Парализованный Я дверь смущает Справа Хочется Че смущаться Нужно заходить Quiet Хочется еще конечно Осмотреться Не Не хочется Побежали Ориентировочно Вот Вот сюда Двор 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 Мы же Летели полчаса В какую-то яму На острове А у них там Двор еще есть Ой Очень похоже На финалочку Солнце в тени Вот оно Выходи во двор Да Ну это точно Финалочка Че тут Таус Ты готов Принять клятву Готов Сеять знания О богах Среди заблудших И неверующих Кольцо освобождения Ооо Калетика Кстати Свобода действия Одна у меня Сейчас может Да Мне вот Его как раз Нужно кому-то 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 Но не стойку Отдать Например Херовяс Нет 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 Это же кольцо Господи Кольцо А у него есть Подавление печали А здесь что Урон Дух Воли Плюс 5 Клонение 5 Тут заклинание Тут все вообще Отлично Ладно Есть у меня Подавление Печали Я верю Что ты Сохранишь Верность Богам Если не сделаешь Все придется Держать Тивет Перед силами Более Могучными Чем я Но ты Ответишь Я не Верю Если Есть Немного Другого Другого Я Вара Это миссионер Такой же Каким Когда-то Была я Научен Неправильным Вещам Как я Когда-то Это цитата Из прошлых Диалогов Осьонис Они Устали Многие Инвейдеры Ты готова Сделать Признание Я готова Выстушить Воню Я готова Слушать Одного От Ты Блин Ребята Я бы Сейчас Затарился Хавчиком Из Еду Из Короче Мяса Дракона Вообще Сейчас Покушать Стоит Я думаю Как вы Думаете Пройти Финалочку С первого Тра Это же Бесценно У меня Только мясо Есть Да Я же делал Блюда Делал Съедал Но вроде Потом Еще у меня Были Блюда Готовы А что Просто мясо Дает Решительности Сила Нету Так ладно Что я хочу Я хочу Вот этот Бутылек Первой Подруги Это Бобру Со стойком Так и не Поговорил Нормально Ничего страшного Мне кажется Последнее Блюдо Из мяса Дракона Вот оно Осталось Заточу Здесь Здесь Лучше Вот так Вот Здесь Лучше Вот так Вот Меткость Тоже Вроде Как Лесом Должна Итим Выносливость Есть Ой 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 Я просто Не знаю Когда будет Именно Сам Замес Стоит Мне Сейчас Жрать Или Не Стоит Да ладно Стоит Раз Два Три Четыре Ну что Есть То Ем Пивом Запиваем Ой Еще одно Блюдо Из мяса Дракона Кто Ешьте Что Есть Вот Реально Вот Что Бросается В глаза Пей Молочко С Мукой Готов Воспинание Древнее Задание Выполнено А Вот Это А Вы Пришли В Огромный Круглый Зал С Куполом Его Стены Покрыты Адрой И Отделаны Медью В Дальнем Конце Из Пола Подобно Зазобренному Шипу Выступает Большой Столб Из Адры Ее мерцающая поверхность Создает иллюзии Бесконечной глубины Ваши мысли Одновременно Принадлежат И не принадлежат Вам И все они Вопросы Это кажется Тоже Прошлый Диалог У основания Столба Стоит Таус При вашем Виде На его лице Появляется Выражение Беспокойства Да Это самое Начало Вы хотите Задать ему Вопрос Единственный Главный Вопрос Который Бешено Вертится В вашей Главе Но пока Вы не Смеете Это сделать Вам сначала Нужно Получить От него Какое-то Признание Какой-то Намек На обоснованность Ваших Подозрений Ты далеко От своего Постаян Инквизитор Что Перевело Тебя Сюда Ваш разум Мечется Оценивая Различные Подходы Вы едва Удерживаете Свои эмоции Под контролем Вся Инквизиция Была Основана На лжи Инквизиция Была Основана На необходимости Отрезать Плоть От гниющей Раны Явара Говорила Правду Эта Женщина Хотела Разрушить Фундамент Мира И цивилизованности То Ради Чего Мой народ Пожертвовал Всем Понятно Короче Все Верно Что Делает Вот Эта Штука За Томой Его Можно Использовать По-разному Но Предназначен Он Для Того Чтобы Упорядочить Хаос Который Его Окружает Кого изображают Все эти статуи Эти памятники Посвящены Самым великим Служителем Воедики Среди моего народа Надеюсь Я и сам однажды К ним присоединился Но моя работа Еще не завершена Что за место Мы сейчас В святилище Посвященном Воедике У других Богов Тоже есть Подобные Святилища Часто Сюда Прихожу Чтобы Попросить Ее совета Находясь Здесь Я знаю Что Она Меня Слышит Теперь Вы трясетесь Потеряв Всякое Терпение И тактичность Довольно Недосказанности Вы должны Знать Все Во что Вы верили Все Что Сделали Ради Богов Ты Солгал Мне Когда Сказал Что Боги Могут Таос молчит Богов Не существует На лице Таоса Остается Мозглой Возмутивости Но что Есть Бог Высшая Сила Тот Кто Вознаграждает За добрые Деяния И наказывает Злых Что К чему Можно Обратиться В самые Темные Моменты Жизни Когда Каждый Новый День Кажется Мостом От Одной Трагедии К другой Наши Боги Воплощают Все Это С каждым Словом Таоса Вы постепенно Теряете Контроль Над Кипящим Котлом Ярости Сомнений Страха И Безнадеги И Наконец Не Выдерживаете Опять 25 В третий Раз Мы Сдаем Вопрос Богов Не Существует Мы В священном Месте Где Нас Могут Слышать Сами Боги Сейчас Не Время Ты Много Пережил За последние Несколько Месяцев С Переводящим Бешенство Спокой Стем Таос Подносит Указательный Палец К твоим Губам Охренел Ты Вернешься Домой И Отдохнешь Когда Почувствуешь Что Установился Ты Можешь Вновь Признай Приджониться К нам Присоединиться К нам На судах Инквизиция Еще Далеко Не Закончила И Ты Мне Понадобишься Многие Продолжают Распространять Лож Отступницы Инквизиция Не Закончится Пока Мы Не Вынесем Приговор Всем Им Его Взгляд Задерживается На вас И В нем Безошибочно Угадывается Угроза Ваша Ярость Затухает Когда Вы Представляете Железное Колесо Тяжелое Покрытое Кровью Тысяч Вы Не Повторяете Вопросы Ой Как Как ты Нашел Это место Можно Сразу Атаковать Я Я Не Не Находил Ты Сделала Вэб Нет Давайте Напоследок Чего Еще Один Акт Мелкого Неповиновения При всех Ее Знаниях Она Всегда Предпочитала Поступать На Зло Не Прислушиваясь Голосу Разума Она Любила Тебя Тогда Ее Нужно Было Повиноваться Всех Моих Последователей Я Прошу Только Об Одном Она Была Неспособна На Это Пустая Трата Редкого Таланта И Интеллекта Опять Атаковать Нам Ничего Друг Другу Сказать Не Погоди Погоди А Это Первое Это Было Воспоминание А Это Уже Он Пришел Сюда Да Попросить Слепого Повиноваться У того У кого я собственно разом Слишком Мне был Слишком большой Талант Интеллект Что нужно Играть Слуги А что насчет Твоих сторонников Они пошли за тобой На верную смерть Их сюда привела Преданность Или как предполагают Мои агенты Сами себе Путь Они выбирать Не способны Как насчет тебя Орлан Агенты говорят Что далеко от дома Как по расстоянию Так и по годам Оказались ли твои друзья Достойными Отвечениями От боли Астракизма Остракизм Значит так называют Этот зуд в паху Который Я подхватила Твоей мамой Он сверлится Меденственным глазом В шею Тауса Его обрубка Коставшись От уха Дергается Не обманывай себя Старик Ты ничего не знаешь Ладно Тогда просвети Меня Ты слушаешь Галавейну Или Вайлю Я оказываю услуги Обоим богам Но не служу никому Дотер в патте Да он похож Это рождает Такие сложности Если бы ты просто Смирился с тем Что ты не пригоден Для службы Ни одному Ни другому Как не пригоден Для службы Своему племени Ты возможно Избавил себя От хлопот Ой Давид Мое племя Было непригодным Чтобы служить мне Он тычет пальцем Сторон Тауса Да Я непригоден К службе Любому богу Мне нужно Служить только себе А ты можешь Такое сказать И себе Таус Ты сам себе Хозяин Или жалкая Сиделка Воедике Я служу Всем смертным И лучше Чем они могут Подумать Лучше быть Способным Слугой Чем неспособным Хозяином Стоик Смотрит на Тауса Со звериным Оскалом Таус Спокойно За ним Наблюдает Ты создал оружие Которое Справно Сработало Я служил Своей богине Так же Как ты служил Своей При этом Погибли Все остальные Создатели Одиннадцать из дюжины Почему не ты? Ты какой-то Особенный Достойный Спасения На взгляд Твоего бога Она вложила В это смысл Намеренно Или Ненамеренно Или просто Твоя богиня Хотела И твоей гибели Тоже Но ты считая себя Значимым Не увидел Очевидного Коварные Чары Шлюхи Больше ничего Но эти чары Теперь развеяны Таус Испытание Закончено Я могу отличить Друга от врага И я пришел сюда Чтобы рассчитаться С врагом Он походу Знаете Тянет время Пока у нас Блюдо Из дракона Уляжется И мы будем Жень Без Бафов Нет Как кажется Это время Не считается Ты смог уничтожить бога Только потому Что этого захотел Другой бог Если бы ее рука Не направила тебя У тебя бы не получилось Повредить Бога не лучше Чем повредить небо Ты немощный И не только из-за Сифилиса Уоу-у-у-у-у Мы этого не знали Таус обращает Внимание на Полиджину И от неожиданности Она топорщит перья Кудак Я так понимаю Дук Беллс Дали тебе задание Их приказы Не избавляют меня От более важной ответственности За безопасность И благополучие Республик Полиджина С вызовом Поднимает голову Пытаешься Разолить Полиджину Плохая идея Друг мой Выпаливает Хиравиас Со смешком Разве что Я считаю, что у тебя слишком много конечностей. В таком случае продолжай. И все же ты ослушалась, сделала то, чем ты уже славишься. Они узнают, конечно, если бы ты сделала ради чего-то важного, возможно, они бы тебя простили, но я не думаю, что они будут заниматься анимацией, увидев, что она здесь наделала. Они поверили в тебя, а ты их, как всегда, подвела. Теперь от тебя снова откажутся. Давид, Давид. Родители ссорятся, но дети в безопасности. Независимо от того, будут продолжаться исследования анимаций в республиках или нет, они выживут. Пока этого достаточно. В любом случае, я не переживала бы по поводу моей зудьбы, таус, она делает большушек вперед, на лице появляя зловещие лупы. Думаю, вы дико наказываете тех, кто не оправдал ее свидание по зелененьям в моей гердике. Привидя Олота, род Таоса, она смешливо искривляется. Сообщи свое имя и цель, молодой Акалит. А я не смогу так сказать, как Беспе. Занерз... Нет. Мое имя принадлежит богам, а моя рука всегда к их услугам, и я очищу ее от твоей грязи. Глаза Олота темнеет. Ты служишь только себе. Без контакта с твоим орденом у тебя не может быть большой цели. Только базовые инстинкты. Ты изгнал себя из наших рядов. Нет. Я поднялся над ними. Анвели Ордшоп поддержал наш канал на своем услуге. Я возглавляю свинцовые ключи по и веду и по тому пути, которому ты стреляешься про шивых богов сражениями. Знают все. Кого не спроси. Майкер стремит. Заноси. Мародера гуфнул вал. Да как же так? Да я же жал. Ну и лакер. Вот же пруха. Нет. Это конская скиллуха. Или ты сайфер со стволом или бобр с топором. Михаил. Дестрой. Them. All. Спасибо за стишок. Unveal Workshop. Лидер без понимания, руководящий организацией, в которой не задают вопросы. Какой отличный замысел у тебя, новопосвященный. Таос отвечает на пристальный взгляд дьявола из Корока. Презирительным выражением он качает головой. Убийца, которая пережила свое тело. Своё эгоистичное предназначение. Дорогая, ты воплощаешь саму причину, по которой смертным не следует играть с инструментами богов. Насколько я помню, это твои боги натравили нас друг на друга. Бог пощадил ваш городок. Его уничтожили простые смертные, которые взяли дело в свои руки. Такие бесчинства мой орден и стремился предотвратить. Вы делаете душу из маленьких деток? Сильный у вас метод. Сильное и долговечное, как и должно быть. Мы не даем волю кровожадным порывам, в отличие от тебя. Все, что мы делаем, мы делаем ради исцеления. Вы здесь потому, что потерялись. Боюсь, боги не смогут помочь абсолютно всем. Пусть ваши следующие жизни будут лучше. Он переводит взгляд на вас. Я знаю, что твоя душа прошла пробуждение, иначе зачем тебе следовать за мной по пятам, как какая-то бродячая дворняга? Думаю, что мне есть, что тебе предложить, но наши с тобой дела уже давно закончены. Ох. Кто-то из нас умрет в этом зале, так что перед этим можешь смело признаться, что лгал мне рациональненько. Давай. Я уже раз ответил на твои вопросы. То, что твоя душа не может принять ответы, меня не волнует. Я не лгал никогда. Ни тебе. Никому. Боги существуют. Они воплощают все, в чем мы от них нуждаемся. И мир благодаря этому становится лучше. Ты лишил целое поколение места в мире. Ты лгал всем, больше всего себе самому. У меня нет никаких иллюзий насчет того, чего это стоит. Но твоя короткая жизнь скрывает то, что делать нужно именно это. Сердце этой страны замерло на секунду. И больше ничего. Я совершил значительно худшие деяния. Погрузил мир, мирное королевство Толоса, гражданскую войну. Я убил правителя Дессонтио, чьи подданные не испытывали нужды при его правлении. И заменил его жестоким деспотом, который довел их до разорения. Когда до великого города Арборензис, я вообще не знаю, о чем речь, дошла чума, я позаботился о том, чтобы лекарства туда не дошло. Они складывали своих умерших за городом, и горы трупов возвышались над его стенами. Ничто не может оправдать эти ужасные злодеяния. И тут ты ошибаешься. В те времена, когда твоя душа еще была бесформенным туманом, мир верил только в ложных богов. Их были тысячи. Богов, которые указывали брать рабов. Богов, которые указывали идти войной на соседа, пожирать павших в бою. Богов, которые указывали сжигать с родных детей заживо и посыпать себя пеплом в качестве доказательства веры. Но все это стало по-другому, когда они узнали об истинных богах. Все безобразные звериные инстинкты растаяли в лучах величия наших богов. Это было заметно в их глазах. Тусклую пустоту заменил блеск, сплывшись с искры. Искры ложной надежды. Ложной надежды не существует, если только надежда на неосуществимое. Ах ты козлин, а? Путает бобра. Ату его. Ату. Ты можешь вообразить такое существование? То, которое создала бы отступница. Не все мы такие же добродетельны, как она. Если бы у нас не было богов, то самые бездравственные и самые деспотичные присвоили бы себе эту власть. Как он играет словами? А? 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 Более того, это существование было бы пустым. Таос больше не смотрит на вас. Отражение древнего механизма. Все загадки навеки останутся без ответа. Цели будут основаны на отсутствии смысла. Ничто не найдет своего логического завершения. Останется только колесо, беспощадно перетирающее наши души в пыль. И сейчас еще такую депрессивную музыку тяжелую поставить. Ты прав, так жить нельзя. Ты прав. Похоже, Таос застегнут врасплох и не может подобрать нужных слов. Он рассеянно кивает, погрузившись в свои мысли. Все, что я видел, тысячелетия опыта. Меня не разубедить. Другого пути нет. Хотя признайся, признайся мне, что Боги не настоящие. Мне нужно услышать это от тебя. Ты не добрался до сути. Тебе нельзя отсюда отпускать. Я допустил это однажды, но ты сделал слишком очевидным, какой ошибкой было мое милосердие. С помощью твоей души и тысяч других я очищу мир от страданий. Узри меня, Водикай. Твой слуга просит о помощи. Таос низко опускает руки. Начинается боевая музыка, будто приветствуя какого-то невидимого гостя. Он закрывает глаза и поднимает лицо к небу. Ой. Ой. А почему пауза сама не поставилась? Блин Ой, защита у него хреновая Сопротивление 10 Дерезанитация за выражение Застревание, паралич, хроматаз, 40 Сбивание с ног Ага, 35, хорошо, да Я бы начал с Уменьшенной Длительности вредных Воздействий Нет, я бы начал вообще С масса монов Прямо масса монов Это раз Это двас У этих по защитам непонятно что 41% попадания от бобра Хреново Ту-ду-ду-ду-ду А, 54 от бобра Подождать, наверное, да Тоже вызвало Ой, я же канцелота сейчас Заканцелочу Ой, хорош Давай вот сюда куда-нибудь Итак Ты вызываешь? Вызывает Вызывает Кастует Вызывает 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 Хорошо, раз Два Об Обступили Обступили, обступили Упыря Что он там Бафнем Бафнем Вызывает 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 Бьем Бафнем Так Он пока не пробивает Поэтому Занимаемся Бафами Дьявола Искорок Так Никаких оленей Добавляем Немножко контроля Но после того, как Пробежим Сюда Ашот Ашот Кстати, может Пока есть Пауза Использовать Ментальные щиты А потом Второй Касты Так Прошел Легкое Сейчас Бобра Разгоним Ага Ты уже подошел Хорошо Достаем По трем Тауса Мы никак не пробиваем Пока За счет 154 Это понятно Но у меня Есть план И даже Какая-то тактика Я буду стараться Ее придерживаться Естественно Ой Блин Это опять Деяло Искорока Так Стоик Давай вот Эту Эту штуку Пока есть Такая возможность Тоже А потом Вот так Ну не уходи Прошу тебя Все Пошел Кастовать Вроде Легкое ранение Легкое ранение Легкое ранение Может Может дьявол Я дьявола На верхнего пойду Его набивать буду Все Понеслась Вроде Есть Все Дьявол Будет нас стреливать Я разок Стрельну по нему Безусловно По таусу Не попадаю Но сейчас Будет Средоточение Что еще Я не знаю Какие у него Там резисты К чистому урону Сделаю Насекомых Возможно Перебивать Будем Периодически Все Дьявол Искорока Начинает Ааа Ихренаж У него Столб Так А ну-ка Давай Выносливость И ты Тоже Не рой Насекомых Пожалуйста Ааа Мунвел И надо Разбежаться Вот Капец Все Все Самоны Которые Были Вызваны Кроме Этого Умерли Стойка Падает Ну Защита Что-то Повысилась Ааа Ну да Ок που Тоже Аааа Что-то Дай попробуем Его Кислотой Эта грязь Происходит, нездоровая. Бабер, второе дыхание, пожалуйста. Стоик поднимается. И падает тут же. Но он поднимается из-за армора. Какая грязь-то, а? Молоток кидать по чуваку, у которого защита 160, это как-то вообще не очень. Мне кажется. В прошлый раз, правда, подействовало. А вдруг... Так, надо бобром уже пытаться высасывать у него пиявка и характеристики. Что, я сбит там или что? Почему я... А, нет, я поднимать в стойку пытаюсь. Мунвелл вроде бы есть, вроде бы есть. Можно сделать... Тему, что, типа, трупы подним... Блин, у них еще характеристики какие-то конские у этих дальних. Поднялись. Пиявку пробую. Да, поднимай, стойка. Что? Почему ты стоишь? Что я могу здесь делать? Да, и так. Так, стойка подняли. Сразу восстановление и точность. Пиявка есть? Ни хрена нет. Промахивается. Воле 150. Надо было пиявить вот этих вот пацанов. Надо было их... Из них пока вытаскивать. Чтобы хотя бы себе... Характеристики тащить. Блин, я так не очень стою здесь, а? Выносливость стойка сделал. Это ок. Так, давайте пока стойком сделаем восстановление после падения. Или... Ну, че или? Там две преданности у меня от правоверных за чем-то стоит. Все верно. Делай пока так. Алоцк вставал. Консилот на нем висит, но... Короче, мне нужно... Наверное, этого бить. А что на нем такое? Почему защиты так сильно разнятся? Ну что, сбиться с ног, видимо. Так, второе дыхание. Сколько там лечения идет по... По этой волне? Выносливость 30. Хреново. Еще один мунвелл, что ли, ставить? Медленно. Там еще вся защита, но она уж стакается. Да, давай сделаем еще один мунвелл. Точно? Ну а что еще? Ну а что еще? Беда. По нему не действует сбивание с ног. Давай так. Он хоть парикошетит. Но маловероятно защиты конские. И ошеломление. Офигеть. А, преданность для правоверных у меня вражеская висит. Вот почему. А их типа две. Ясно. Здесь пробуем. И вот почему точность у меня так сильно снизилась. Тридцать шесть. А может я тогда а лотом... Не знаю. Тридцать шесть. Двенадцать. Давайте попробуем проличь сделать. Ну вдруг подействует. Это быстро происходит. Ни черта не подействовало. Восемьдесят шесть. Опачки. Стоик умер. Я должен... Я обязан его поднимать. Я вообще должен я его уводить куда-то подальше. И сплититься с пацанами вообще вокруг. Диавол из корока попадает. Блин, а у них воля сто девяносто. Я пьявкой не смогу ничего сделать. Здесь тоже проверка на волю. Капец. То есть надо копить сейчас все-таки на общей защите, видимо. Учитывая то, как все у меня тут умирают. Наверное, да. Нужно... Избавиться от этих двоих. Воскрешается... Стойк. Надо ему сразу, 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 сразу. Прям сразу. У аллота нет ничего такого френдли, восстанавливающего. Даже близко нет. Даже близко нет. Бобер попадает. Ну, тут же падает стойк. Ну, от сплэша там, от чего-то. Здесь получается все. Я без стойка. И без этого. Все, что ли? Разойди с этого я же... Да поздно уже! Сможет ли бобер с дьяволом из корок что-то сделать здесь вместе? Я пока делаю защиту в любом случае. Ранен легко, ранен. Ранен легко, ранен. О-о-о-о-о-о! Бобра на скуже с блеснок. 160 средоточности. Давайте, ребят Дьявола тоже надо Немножку поближе пропустить Не смогу Все, бобер Скастовал одну штуку Это у нас тоже по воле, да? То ли воля, то ли Тут воля минус Что самое важное? Учитывая характеристики, наверное, все-таки пьявка важнее в данный момент давай давай а лота наверх вообще этого сюда дьявола с карака так ну чё критически попадает что вытащили защиты нет защиты не факт или я реально защиты просто вытащил из него почему не пишет характеристики вроде нет причем они такие весьма стандартные мне видимо защиты так есть еще с ракет я в принципе могу пьявкой или дальнего добивать или просто ждать ожидать ради чего ради скорости атаки ждать например 35 неплохо пробиваем не нужно могу придумать какую-нибудь хорошую хорошую роль давай-ка волшебник копию сделаем своим там тяжелое ранение у этого то есть этих двоих мы забираем плюс мы их используем как 70 средоточности 25 испуг еще есть может испуг пройдет все вообще пролечом сейчас должен попадать вообще изи идеи ши и вот так вот в этом взрывы какие-то опять двойник а лота появился попробуй так ладно опять сбивается но твою мать про лизу и тогда его как только встанешь вот этого ближнего и так долго буду джина вроде пока живет давай выпей вот так хорошо тут ослепление работает стопроцентное попадание сейчас бобер средоточность все главное успей паралич сделать ну твори добра она не заходит паралич ну что воля 190 на кого ты паралич делаешь вася как же ты мне бесишь то пробую сделать вору временем там легкое ранение кто-то пробил таласа возможно это это копье у нас прошло застревание да пофиг все все что можно в ли кинуть кидаем там при смерти товарищ уже вору времени как есть работал по бобру попадает но он выдерживает абсолютно спокойно защиты все еще работают сбивание с ног на 8 секунд это очень плохо я попробую его поднять тут можно попробовать добить есть 152 отлично разница с выносливостью была колоссальная и танка добили очень быстро 193 до точения у бобра он лежит 6 секунд сбит с ног у этого легкое попадание ок он поворачивается ко мне бобер бобер встает 140 190 пытаться ли но с точностью 139 блин убирать ли удастся я могу попробовать это тоже воля заимственный инстинкт все вот все вот это вот остальное это такой рандом просто пройдет не пройдет огромный вопрос мне нужно как-то его сначала задизейблить или вообще сначала с этим разобраться с этим разобраться ты опять же не можешь используя свои билки псионика потому что у него воли еще больше на 50 варианты какие варианты не очень мы его должны как-то ошеломить возможно поставить поставить стенку хитрым образом high level все дела или попытаться консилотовской хренью его сбить с ног но вдруг получится но бобру нужно как-то среда течение тратить он обязан это тратить потому что ну потому что если вы заклинание проверки по воле бонусы точнее а вот плюс 5 типа да и посмотрим какие там шансы у нас у пятки плюс 10 точность и может пройти на самом деле на себя силовой оболочкам да бафы кстати на себя отлично зайдут это прям но и на себя не могу и только на союзника могу это делать а так отличный совет а или эту силовую оболочку ну а я тогда не смогу ничего сам делать это полный дизей был на 3 на полминуты это какая-то хрень как по мне такими вообще стойкость есть проверки по реакции вообще у псиоников воля отклонение воля вряд ли конечно так и что воля воля о тактической комбинации точность когда вы такую одну цель плюс 20 это мне поможет на дьявола из корока точно закидываю раз на делай сбивает с ног сном я вообще по нему не попадаю с меня скоро с меня уже в принципе все эти спалим чудом взорвалось что это я не понимаю блин был бы стойко уже убили бы на самом деле но я не хочу сдаваться нужно что-нибудь ауешное дай вот так вот таус ранен уже ой ой стаяни сбивает с ног полежина падает таус ранен есть я что-то скастовал на нее а где а где а где а где а а тактическая комбинация она типа уже работает 9 а у тебя что 0 вообще класс а защиты пока еще не спали но 49 а еще разок попробуем может попробуем его добиться с этой фаталите давай берсерковскую тему июзай и пробуем добить вот так вот блин был бы резурект а хотя бы в свитке это было бы совсем другое дело но я зафейлил стойко отдал под ауе жизнь довольно таки мало бобра еще вор временем паралич 30 процентов кстати а давай попробуем не повезет есть место не с ног не собью удар хреновый давай ну мимо я уже тороплюсь ой 77 один хит у бобра падает с первого трая не получилось ну да держаться всеми в куче был в этом смысл пока я там бафы кидал защиту повышал но потом как-то все не очень надо наверно сразу танк пускать на стрелях сломонов там в разные стороны чтобы держали танков стоп какой год вы же не жравши покушайте раз два я запишусь после этого сразу чтобы три четыре где вкуснейший этот пирог из вот он еще были темы не удалось видите как он неплох да да но я не был готов цветка фризерак то где же я тебе сейчас найду хотя может завалялись какие че 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 сразу в атаку без лишних слов 30 процентов точности на самом деле я мог его тупо через паралис убить без бафов на защиту ну сейчас кстати я так и сделаю почему файн или ну потому что главное опять же чтобы по крайней мере стоек был жив чтобы стоек был жив во первых я сразу же потерял несколько некоторое время на не поставил паузу но это мелочи раскидываем пока что самонов у кого куда сейчас я сделаю бафчик а там глядишь сможем так а а лотом а лотом что я делал а лотом я делал хороший этот это сразу я сразу на него кидал молот так 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 30 процентов 30 процентов но я могу выпить зелье на 15 и стойкам еще десяточку светилищем дать тут можно попробовать его ослепить 1 процент вероятности на из а 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 что там произошло ты выпил нет не выпил нет не выпил стойк давай не тупи блин касту и все вроде бобер пьет а а а а а или а а а а цена 25 ладно так а вот теперь мы делаем паралич 55 паралич давай бобер параличом давай ну мимо ну что какой там воля 188 почему стоит там к этому значению прибавляется понятно так ну все плохо сейчас топ сверху падет я стойко пожалуй заведу назад куда-нибудь вообще там жесть творится просто бобра бы то я тоже увел может там фарш просто тут падает дьявол из корока просто падает стоек зачем-то подходит я не знаю зачем ты подошел упырь эти сам проконтролирую в нормальном не никуда не няле это опасно пока не нужна особо подругам вызвал двойника еще а можно любого двойника вызывать прикольно что он делает волшебником давай уезжать так боберка здесь попал да что ж ты подошел то опять блин со своим блесом там же ренд что был скотина господи стойко что ж ты делаешь то гад капец конечно блин конечно подойдем и умрем просто подойдем и умрем почему нет это же все ради блеса резист к стихиям да хилот хилот вставай так а вот не делай резурект пока рано он оглушен вот 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 да да там по доуе опять я встал так связь пошла бьем верхнего опять и в кучу блин вот это такой такой пасос просто легкое ранение легкое ранение вообще всеми кроме полиджина тебе свалить реально просто всеми свалить и тобой свалить тобой свалить всеми свалить ашот так на стойк давай ка так нас это подруга давай ка так лучше вообще назад лучше вообще назад это будет тоже сначала той дам ах последний резурект на утишь проблем со здоровьем вообще ладно бобер попадает 40 сосредоточенности есть воскресили пацанов легкое ранение в но вроде полиджина пока что какой-как держится бутылки еще не заменил к сожалению их пролечит тоже резисты сумасшедшие лучше атаковать просто этих надо убить для начала просто надо убить сделаем копию волшебника или отойдем давай лучше отойдем а что там а бобер на кастует потом я нашу подругу помню что главное что у тебя стоит не сдох о можешь вызвать еще тут эти пауканов даже не тут а лучше вот здесь вот вызвать паукан и тут он как бы может все равно сдохнуть он постоянно что-то прилетает я не пойму что это но раз за разом он по 80 получает это очень странно надо бы было бы да как что вы откуда 80 почему почему постоянно он получает по 80 это таосовская внушение сомнений внушение сомнений статус такого нет я сейчас попробую сделать второе дыхание но мне кажется что это как бы провал беги стой просто беги опять 82 антикнул выпивая бутылек выносливости пятьдесят три пятьдесят четыре господи да хватит за ним бегать олень олень должен вы в это самое выручить меня застревание стойку сдох откуда это внушение сомнений что это такое за хрень почему именно на 100 и канал долб надо 1 план 2 какие было но очищающее пламя который там 300 урона да да очищающее пламя или 300 я понял ладно олень олень пошел попасть достаточно сложно можно попробовать апнуть на полминутки целосложения прочую хрень полежина пробует отступить потому что ей нельзя оставаться рядом пусть олень вытанковывает дьявол искорока умрет как только сейчас начнет отступать притвориться мертвым так бобер попал ладно допустим бобер попал ну а что он может сделать он может сделать вот эту вот штуку свою тактической комбинацией но сделать ее нужно по-хорошему вот эту подругу а точность возрастет и у тебя и у нее или только у и у тебя когда вы и цель атакуете одну цель и вам и ему да у тактической комбинации то must have но к сожалению не в этом трое ай блин вот сейчас я получишь подготовлюсь возьму дополнительные свитки резурек там надо стойко беречь может быть ему даже заменить армор пусть он медленнее кастует но вычет урона будет пак покруче потому что то что они носители еще точно давайте привал сделаем вот это очень дельный совет десяточка точности плюс у меня не все хп еще чего не поспал и так проводим быстро ревизию мне интересует в первую очередь свитки 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 в первую очередь резурект вот есть один резурект дам я этот свиток лучше кому-нибудь из альтернативщиков дальше у нас идет объедание стойку я пожалуй поменяю меня армор это не тот армор где 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 я снимал его вот он кажется это рубящий колюч электрический мне против огня нужно ладно забей мясо из блюда дракона съели бобром не съели давай стойком съедим мука молоко 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 мука непонятно что пирог так так все подъели все подъели все подъели сейф как впечатление от ласты да я от себя у меня плохие впечатления класс неплохой но я сам виноват короче нет ну и возможно легкий рандом потому что вот так вот гасить стойка сразу это не не хорошо как-то причем он системно его что в той битве что в той битве возможно как-то по его и выбирает по-хитрому короче я должен бобром и бобром товарищей скороком и стойком скорее всего эти вообще отдельно и ими работать четко по одному из великанов при этом при этом танка с омона и там кто остался паскопом ищи сразу так стойк бобер и дьявол идут сюда здесь мы вызываем раз здесь мы вызываем до вас здесь мы вызываем вы не поверите трис скорость меньше вызвали раз два три это сюда отвлечения вы отбегаете сразу начинаете бафать бобер причем скорее всего сразу же сделать баф тактическую комбинацию вот потом сюда дьявол из корока ждет вызывает точнее вот так вот самонов поли джина вернулась молодец выпивает резиски хорошо сам он и прошли сам он и прошли следующий ход рой насекомых а вот лучше ему тоже обойти как нибудь вот так вот вызвали леммингов ты проходи сюда точность повысили и бобру и этому но бобер перед тем как начать атаковать лучше вызовет не пусть пока атакует нет лучше пусть пока пройдет чуть не нравится сам факт нахождения рядом с этим упырем полиджи нам сюда ой не успел я успел кто-то уешечка зашла еще отлично 84 точности уже можно абсолютно спокойно 97 бобра бом-бом-бом-бом-бом персональный баф на бобра раз уж ни по кому больше не пострелять здесь делаем осязаемого фантома не знаю почему не могу сделать видимо самона потому что еще живы давай-ка предостороженность сейчас побафаемся нашим дорогим магом бобер стреляет 100 процентов точности 104 урона вот это отлично стреляет еще разок бафает соответственно дьявола искороком да да стойк тем временем скорее всего сделает что-то вроде обычные плюс криты или обычный блес наверно так лучше будет в бобра кстати еще вот хорошо когда рядом с ним вообще никого нет видите танк и жук он там жука пинает замечательный же уешка все-таки попадает давай смещусь нужно подсовывать ему самонов следующих вполне возможно херавитасом нужно вызывать оленя пока не убились духи сверху он ничего сделать не может я могу попробовать чистый урон ему сюда но лучше опять же не подходить так баф на бобра прошел стоик теперь скорее всего должен чуть подойти а нет вот самонов вызови часа как там столб идет как ты вычет урон и сделаешь обер заряжай ну скорее заряжай это опять-то пламя что ли нет что горит непонятно написано же должно быть может статусы какие-то все-таки нет тактическая преданность сияющий что сияющий маяк дьявол из коробка упреждает урон какой-то она наносит молодец небольшой но наносит так тут минус 0 паучка сеющий маяк этих статуи ясно и не попаду тут не никаким макаром по воле я не пройду не пробью его то есть мне в маг на самом деле мой он просто может сейчас только только там бафать себя и все выбор заряжается все еще заряжается давай-ка безумие чужеземцы сколько она действует 12 секунд полный наверное стоит там упреждение дикое реально попал бобер теперь нужно сделать так тут точность вас вместо последнего сомона вы вызовем оленям возможно подставим я вообще пробиваю его нет вообще нет делал из коробка навстречу идет здесь в основном выносливость так а потом что мне делать вообще если пиявки там всякие работать не будут скорее всего хотя вот сейчас уже может быть и будут работать после всех этих блэсов после бонусов на точности после отсутствия дебафов может быть бобер разгонится у него с точностью же 131 на самом деле он уже сейчас вот сразу после этого может кидать даже паралич несмотря на сопротивление параличу то есть у него будет 155 защиты меня 130 то есть если рандом будет хотя бы нейтральным я его парализуем или соответственно пиявочку делать выбор конечно серьезный но важный так скажем важный выбор трупов не осталось вы мол там лучше статую антаусы ничего не дает всегда у них защита пониже там же проверка по отклонению да так что можно еще дать бобру обычный блэс хорошо очень зайдет в такой ситуации давай танк хорошо вытанковывает молодец на тяжелое ранение у этой у этого товарища есть все пошла сосредоточенность стреляя разок сам о сбили с ног а это молот как раз работает отлично настакиваем молот он вроде или он он обновят он обновляться скорее всего будет так а если так то я вам же могу вызвать давай как двойника вызовем из них физушка да тут поможет физушка поможет физушка поможет полиджина живет пока что на нее кстати можно кинуть минус минус дамаг сейчас пройдем сейчас убьем ну когда у бобра сейчас будет сосредоточенности конское количество 47 стоит ли сейчас уже делать пиявку я думаю что стоит проверка по воле но учитывая точность мою клево стопроцентная точность давай 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 родной так тут надо снова вызывать на этот раз оленя что эти духи закончились давай бобер вытаскивай что-нибудь ценные так а стоик что уже скастовал блес что ли скастовал теперь закрепляю всю эту лабуду нашу замечательную давай прокидываем есть дико пиявка на 20 секунд всего лишь вытащили мы у него то ли восприятие то ли силу не знаю что мы у него вытащили нет мы у него вытащили кажется кажется защиту кажется но я не уверен теперь продолжаем заимствованный интеллект но может быть а что мне заимствованы кроме двадцатки точности 20 точности вас 20 точности не много не мало тут можно попробовать пробить тэшкой сто пять средоточенности давай давай тут выпьем наверное реген выносливости начинаем закидывать так 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 олень скоро молоточком этого 168 там такие ступи убили его убили дьявол из корока молодец но теперь нам нужно заимствованный интеллект на дальнего юзать или ой слушайте я же могу его я же реально могу его у меня там воля 140 150 такая же по сути и учитывая то что у него не будет дополнительных резистов к этому потому что резисты вон к стандартным темам я могу на него и пиявку и заимствованный интеллект мне не хватает к сожалению выносливости самонов частично сюда частично на этого главное сейчас сильнее подставляться дьявола из корока отправлю точно наверх потому что она должна накидывать а вот бобер скорее всего уже будет пытаться что рыдыхание поздно да не нормально все стоим уже главное попадим попал 36 хорошо что-то точность не увеличилась нифига но заимствованный интеллект сработал может именно по нему у меня возрастает точность далее стойком мы его подлечим возможно стоит сделать еще мунвел здесь на двоих потому что все равно тот оленя вызвал и делать мне больше нечего дьявол побежал наверх бобер пьявочку сейчас сейчас мы его будем опускать дальше по характеристикам закрепили бафы на 10 секунд теперь необходимо необходимо установить выносливость вот насеющий маяк который на мне был или не стоит выносливость бобра может его дальше про попробовать подтянуть а чем ты его будешь тянуть ну вот есть еще корона для проверок восприятие решительность тента ладно давай явочка пошла дезориентация к сожалению лечить не смогу то дезориентация бобер ты как нет он держится молодец дьявол из корока с мечами пока еще да да там еще 37 секунд будет работать а я могу ли дезориентацию снять могу дезориентацию снять и попробовать защиту от дезориентации в момент когда будут действовать свобода ну заклинание давай бобер аккуратненько вытаскиваем него 150 150 110 140 воля понизилась там что-то громыхает скорость атаки моему снижаем на 50 процентов ооо нарезает там легкое ранение полиджина вроде как жива резурект если что есть олень живет ой там столб ооо щас будет больно уже больно может бобром вызвать этого дезориентация дезориентация сейчас ауе этот я выносливость пилить стойком срочным так как там время вору времени не сработал это плохо паралич будет с вероятностью 33 процента на мой взгляд это недостаточно что мне можно делать бобром можно сделать совместную точность при атаке цели и вообще отойти на верхнего добить сначала его да наверно так сделаем во первых бафа им точность а 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 так пришел в себя стоек срочно остановлю выносливость сокращаем длительность вредных воздействий тут делаем он в лп на что с выносливость у нас вообще крупные проблемы желательно как-то вот так даже чтоб то попало на а а и опять кучку из блин возможно стоит умудриться защиты как-то поднять и разбегаться надо отсюда вообще этот вниз будет просто вызывать вызывать оленей новых под танка под этого ну в смысле под босса а есть у нас физушное что-то у ало там что-то физушное чистый урон губительный ветер по стойкости там тяжелое ранение от ало то особо ничего больше не нужно он должен просто как-то как-то стрелять что ли пытаться точности никакой так бобер сделал баф слушайте а может я действительно сейчас возьму и подойду на секунду сделаю бафчик на всех промахнулся к сожалению это кучно опять кучно а куда стоит подошел кто не знает зачем он опять сюда подошел есть попали так делаем защиту на троих господи как ты до полиджина ты не достал ай твою ж налево ну тот при смерти мне нужно что-то от него нужно ли мне что-то от него нужно что пиявка пиявка и надеяться на то что что-то вытянем мы дьяволом искорока можно уже в принципе ой щас еще стойка что на тебе уже опять что ли эта хрень кажется он погибать собирается давай выносливость попробуем восстановить достанешь да до себя и до бобра убили остался один босс пиявочка раз два три я бы восстановил выносить раз ну я боюсь что просто он сейчас ауе меня убьет опять и все чтобы не убил ауе мне нужно вот этих вот пацанов по крайне мере стойка мне нужно назад дьяволом дьяволом атаковать нужно давай стойка второе дыхание раз ты подходишь два пиявка есть дико пиявка подействовала восприятие отлично меткость понизилась у нас есть с тобой тема с общей общей с общей меткостью по цели двадцать семь судя по всему нет давай тактическая комбинация тогда не тактическая комбинация работает значит можно пробовать делать вот так стойк пытается восстановиться попадение от кого это двадцать девять было а это по полиджине было да а 10 характерист случайно да я украл только десять но результат броска было восемь на самом деле можно еще пару пиявок сделать да если бы не было доминирования капец с снимать пытаемся доминированием там стойку хреново давай попробуем снять доминирование свободой попугаем а стойк продолжает пытаться второе дыхание сделать есть и вот уже после этого ты пробуешь снять доминирование вот так что бобер сейчас начнет там разуплотнять я уже его знаю он же трындец какой псих дикая пиявка заимствованные инстинкты ой все бобер пришел в себя 68 паралич может сработать но я пожалуй еще пиявочку его погашу что по и закрепляем положительные эффекты давай закрепляем тут все вместе все молодцы работаем еще колодец туда лунный закидываем давай давай бобер только сейчас попади не 8 а 50 хотя бы попал дикая пиявка слегка опять нет не слегка попадает критически попадает на 35 секунд случайно характеристику украли воля кажется у нее снижается нет не воля у тебя как с клинками есть клинки но не попадаем да я повысим характеристики свои еще на двоечку у него по-прежнему легкое ранение понимаете я его тут как бы 35 он столб кастует ой 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 я отойду дьяволом я отойду алотом я отойду бобром а он кастует по этой по дьяволу искорока явно ну держись родная просто стрелять с 17 процентов вообще не ален не получится давление печали пикантный вор времени лунный колодец защит там столько бафов таких конских но кто-то его пробивает периодически кто о полиджина с этой святой священной жертвой попала ну эта обилка с повышенной точностью уже закончилась она фонды привет Ваш канал на сумму 100 рублей И сообщает Миша, привет Самое главное, не забывай Юшел Нотбас Справимся, Фомбич, справимся Дезориентирован наш упырь Но каким-то образом он еще А, подавлено Кастует он, молодец У него конские резисты Самое главное, это Чтобы стоик следил за Аж, может Благодеяние доступника есть Благословение обычное есть Можно сделать блесс Который не блесс А вот такой вот Хороший тоже О, он все-таки сюда бросил, да? Ладно, хрен с тобой Что я могу? Я могу вычет урон сделать Хороший Повысили характеристики бобру Как мне его тему снизить? Я высасываю Пробую высосать Но Че-то ни черта не получается Нормально Все, есть Заимствованный инстинкт Скорость атаки Всякие блессы Ничего негативного нет Все равно вероятность попадания 17% Это, видимо, из-за защиты 164 Надо по воле его Пинать продолжать То есть продолжать его Там дикой пьявкой Тут, видите, 58 Вот будем его Дальше пытаться ослаблять Ну давай, оп Ну Слегка попадает На 12 секунд По характеристике Какие-то вытянули у него Попасть 27% 27, Карл Скоро пон уже Надо будет обновлять Давай, чистый урон Жалко, блесс не успел Сейчас обычный бы Была вероятность, что Попал бы нормально А не слегка А если сменю пушку 34? Может, из арбалета лучше? Из арбалета получается лучше О, попала, что ли? Слегка попадает 23, нифига себе слегка Хо-хо-хо А может, ты сразу же Тэшечку сделаешь, а? Не, еще разок Еще разок Еще разок Давай Побей его Побей Главное стойку продолжать Замечательные бафы Кидать Есть, пошел этот блесс Что у нас там заканчивается Скоро Обычное благословение Заканчивается Но, в принципе, можно на На дьявола из корока Накинуть Персональный баф И на урон И на вычетное восприятие То есть точность Вот этот Это хорошая штука Он, правда, последний Но тяжело ранен, кстати, уже Ха-хо Попади, бобер 27 56 чаще пьявочка что ли а как у тебя там заимствованные работает вор работает лунно работает явки уже нет девочка 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 или подождать да лучше пожинающие поножи обновить давайте сейчас если дьявол из корока попадет 56 промахнулась что я могу еще стенка лесом если какой-нибудь стон курс и наверняка у него окаменение да у него защиты конские от окаменения молния может зайти как ни странно 67 слушай давай сейчас пробьем вот после этого пробьем последним ударом ой готова давай пробуй промах повелитель огня там по 51 наносит вот так слову ну все это победа у ваших ног лежит тело таоса оно пустое густая сеть морщин на его лишенном цвета лице появившиеся от молчаливого несение вечного бремени теперь разгладилась его душа неподвижна и беззащитна вся энергия рассеялась при пора при поражении она накинута на тело как сауна надеюсь что это конец но может быть помешать ему родиться теми же дурными замыслами он отвешивает таоса еще один пинок и прежде чем ты предложишь мне вариант нет я не буду есть его душа я готов положить себе в рот практически что угодно но не это таос должно быть действительно верил что он заботился о жителях и оры защищая их от себя самих жаль что у него у его души не будет возможности обдумать свои ошибки прежде чем он попадет в колесо а вот качает головой смотря вниз на таласа жалости изменения все эти жизни и в конце он оказался не лучше тех кого пытался направлять жаль что он больше не сможет пережить момент понимания этого думаешь ему надоело после пары тысяч лет или вы дико держала его на поводе изучить души таоса ой не дай бог сейчас я решусь продолжить его сделав глубокий вдох вы погружаетесь в душу таоса брекенбурри она была лабиринтом с узкими коридорами и тупиками теперь стала широкой и безграничной стены и рассыпаются как руины энгвита когда вы через них проходите вы путешествуете целую вечность спеша к известной цели памяти которую мельком заметили раньше наконец вы видите ее всего лишь булавочный укол светом в конце длинного тоннеля который расширяется все быстрее по мере вашего приближения вы появляетесь в комнате в которой стоите сейчас но она еще новая и заполнена мужчинами и женщинами и детьми тысячами и все они повернуты к большому адровому столбу и механизму в которой он заключен возле механизма стоит таос и теперь вы с ним единое целое вы окидываете взглядом толпу смотрите на лица сморщенных стариков и разовощеких девочек на матерей которые покачивают младенцев чтобы их успокоить и отцов которые смотрят на вас с тревожным ожиданием держа за руки своих беспокойных детей женщина со слезами на глазах кивает вы поворачиваетесь обратно к механизму дыхание ваше сдавлено под весом нежеланных знаний готовясь в одиночку отправиться в путешествие без конца вы закрываете глаза открываете их снова механизм все еще неподвижно стоит перед вами маньяк себе вы занимаете свое место перед ним кладете руки на большой механический диск у основания огромной кристальной колонны произносите всего одно слово гигантские кольца за скрипом оживают ускоряются отчего вспыхивают ряды суровых рез резных ртов платформа под вами содрогается теперь вся комната трясется от вибрации ускоряющегося механизма все звуки поглощают глубокое окружающее гудение ослепляющие отростки света дугами тянутся из столба во всех направлениях вы оглядываете через плечо и видите как они поглощают толпу сжигая их словно раскаленным добил железом один за другим отростки исчезают оставляя чучело из пепла там где стояли живые люди многие из них осыпаются в серые кучи при сильных толчках вы смотрите на верхушку адрового столба там вместе с хождением дуг формируется священная сферическая масса она растет и пульсирует прозрачная и грушевидная как какой-то огромный медленно вращающийся кокон будто сплетенный из дуг света когда последняя дуга исчезает призрачная масса на секунду зависает на месте прекращая вращение она такая яркая что вам приходится прикрыть глаза вытянутой рукой вам кажется что она смотрит на вас вы склоняете голову в признательности и поднимаете взгляд обратно вверх где кокон тает как теплый свечной воск проникая в столб который вспыхивает ярким солнце как солнце светом а затем задухает механизм замедляется и резко останавливается когда затихает последний отзвук его скрежещущих шестерней зал вокруг замирает вы останови остаетесь в одиночестве со всех сторон сквозь память начинает просачиваться реальность вы возвращаетесь собственное тело разглядывая безжизненный труп даоса вы чувствуете апатию души таоса подавляющую усталость которая задерживает ее уход и делает уязвимой к манипуляциям вы чувствуете что победа дала вам какую-то власть над ней вы можете делать с ней что угодно ребята ответственность ответственность что же будет с душой таоса что мы сделаем мы знаем что она вернется в колесо жизни что у таоса богиня то осталось принципе и скорее всего когда нас когда он снова переродится в ком-то его у него останется весь тот опыт накопленный все эти знания и соответственно цели намерения которые которые были вот в этой жизни и в прошлых предыдущих раскаяния как сказали камрады у него не было то есть он не понял почему ну или мы не его не переубедили почему не стоит так делать вернуть душу в цикл первый вариант ты будешь помнить это таос помнишь что никто не может скрываться от правды вечно и что все тобой сделано было тщетно твоя память будет твоим наказанием вообще мне не нравится первый вариант потому что имея такой вот в чем сила таоса нам же говорили до этого что в нем заключен опыт тысяч душ он не забывает то что было в прошлой жизни то есть у него накопленный такой experience который после прирождения не пропадает в отличие от всех остальных поэтому оставлять память только для того чтобы он помнил что никто может не может скрываться от правды вечно фиг знает разорвать его душу на части не завидую тебе таос я как никто понимаю какую власть могут заключить в себе воспоминания пора даровать тебе покой слишком я думаю это как-то по-доброму изгнать его душу в брейд и аман с одной стороны оттуда не выбираются твоим деяниями не может быть прощение только суд ты не можешь больше избегать справедливости а суд мить ну да да но учитывая то что ему холповал одна из богинь а это суд опять же который типа божий от разных богов он может оттуда выбраться рано или поздно о разрушит все воспоминания в душе твоя память делает тебя рабом прошлого его нельзя изменить но можно забыть она больше не будет беспокоить себя не меня тоже великодушно но это вообще баланс то есть мы его делаем абсолютно абсолютно без помощным то есть у него не будет больше такой им бы ты причину много страданий ты не заслужишь существовать в этом мире тоже разорвать на части не мне кажется нужно просто его делать смертным пусть он тупит или в тюрьму или тупит на тюрьму опять же черт его знает как там про разрушить все воспоминания души как нельзя допустить нельзя этого допустить говорит столько у него не останется напоминаний он не вспомнит сообщение которое мы написали на его паломных костях и вырезали в его плоти урок который мы выжгли на его душе так а все смыслом стойка ты дал ему чистую табличку шанс стать полезным в следующей жизни вот нормально это доброта который таус не заслуживает но ясно это не доброта он простой смертный возможно в следующий раз он явит мир свои положительные качества будем надеяться что его старая природа погибнет вместе с воспоминаниями мы так и сделали мы очистили воспоминания все он чистый лист ты поступил с ним добрее чем поступил бы я сомнительный поступок без памяти о таус не останется ничего же что может твое милосердие мне не нужно чтобы милосердие мы оценивали я хочу чтобы от чувака не было ни в коем случае никакого вреда вы возвращаетесь к пейзажам памяти тауса просторным ландшафтом обманов и калечащего отчаяния и теперь можете почувствовать свою власть в этом мире способность видоизменять его по прихотям своей главенствующей воли вы концентрируетесь на видении абсолютной пустоты и ваша и воля ваша превращается в вихрь который проносится по местности уносит мгновение жизни и целой жизни подобно какому-то апокалиптическому биолаку стирающему саму сущность планеты куда это меня понесло буря настигает а или мы это в старые его воспоминания буря настигает пока сами нарастает пока сама кара мира скрепляющая душу не отслаивается от материи сущностями и не уносится в небо исчезая вдали последнее что вы видите белая пустота бескрайнея во всех направлениях свободный атаков опыта и сомнений наступивший тишине единственное слово эхом раздается вашем разуме слово которое вы сказали тогда когда были с таусом единым целом древние воспоминания вы понимаете что это слово которое запускает механизм учащись еще нужно решить что с душами делать зажигаем я пошел к биолаку вот он когда вы подходите к механизму дорожка под вашими ногами внезапно превращается могущественную мостовую если бы вы не испытывали подобного в тейр эврон эврон вы бы могли подумать что механизм вас засосал в себе оставил где-то в глуши над головой пылает яркое солнце а волнистые луга и густые леса по обеим сторонам дороги могут находиться в любой части дирвуда вы слышите за спиной громкий грохот поворачиваете голову скейн перед вами стоит тощий мужчина в лохмотьях и кандалах все его тело исполосано следами от хлыста на тех местах где должны быть его нос и уши зияют покрытые рубцами язвы он воняет прокислом потом и грязью вы замечаете что кто-то бредет по дороге на фигура повернута к вам спиной сейчас ваше внимание обращено на раба в шрамах сейчас внимательно вообще это последнее надо понять что до нас доносят его черные глаза блестят раб тебе известна горечь рабство хранитель жгучая боль от опустившегося на спину холста и ярость закипающая в груди при виде того как хозяева обрастают жиром благодаря твоему узнавяющему труду как масло и вино капают с их подбородков когда с твоего стекает кровь ты трудился по воле других этой сморщенной ведьмы в доме хадрета этих самодовольных вояк которые в шелках разбираются лучше чем в клинках и жалких дикарей мечтающих о величии а затем ты съежился от страха и преклонил колени перед самими богами прося о единственном пустяковом одолжении а в ответ получил только загадки и видения а кто такой скейн напомните пожалуйста ну подозреваю что тоже бог но я что-то с ним давно не пресекался один из богов но ок культисты дирфорде предательность мести убийств самый злой понятно ненависть и борьбы с рабством и на уликах он подвигается поближе а теперь боги отдают себе приказы и команды даже при том что собираешься исправить то что не могут исправить они что же они предложили тебе они предложили нам способ обстановить воедику и таусом этого для меня достаточным и равен спрещаясь горло этих произносит ставлю пять медиков что он собирается убедить себя действовать в его интересах только вайли знает какие у него интересы он ухмыляется наклоняется к вам и шепчет я бы на твоем месте сразу сказала ему что другие боги предложили нам дюжину прекрасных девственниц посмотрим сможет ли он предложить что-то получше учитывая ширину железных кандалов удивительно что он может поднять свою костлевую руку но он поднимает и указывает на фигуру идущую по дороге в другую сторону королеву в изгнании нельзя назвать неблагодарной покровительницей вам удается лучше рассмотреть одинокий силуэт вы понимаете что она одета поношенные но при этом очень дорогие одежды на голове просматриваются очертания сломанной короны она продолжает идти медленным но твердым шагом finish the work закончу работу которую начал с усиливай дико этими душами позволь ей стать самым могущественным богом и станешь ее фаворитом а я не знал что с кейн своей дикой заодно ничего себе можно еще раз повернуть все вспять ну да можно место тауса занять сейчас я работал против воедики все это время за что и мне благодарить если уничтожил ее саму да и неважно какой слуга будет исполнять что ты тупишь женщине фаворита это понятно как раз если помогу воедики то тайны богов останутся скрытыми его отлично он потирает руки блестя черными глазами надежно скрытыми да от кровожадных правителей которые перестанут бояться наказания в следующей жизни от жестоких хозяев которые не перед чем не перед кем не будут отвечать мир нужны заговоры или души мужчин и женщин настолько чисты что ты готов разорвать тонкие нити которые связывают общество как бы неприятно это не звучало но в этом есть что-то разумное говорит олот потирая подбородок помнишь бунты в бухте непокорности до какого безумия дошел бы народ без ограничений и обещаний богов ладно тут все нужно посмотреть я работал против за что и меня благодарить если уничтожил и самого преданную слугу преданный и слабый таус показал свою несостоятельность когда не смог предвидеть твои действия раскрытый план хуже его отсутствие но ты оказался сообразительным смог понять замыслы богов у эдики хорошая память хранитель на друзей и на врагов и она верна своим клятвам что значит фаворит получатель благодати в эдики у нее всегда находится место для особо достойных смертных если ты поможешь ей сейчас она станет самой могущественной из богов а ты будешь тем кто сделал ее такой подумай о всех тех жизнях в течение которых ты будешь пожинать планы плоды своих действий соблазнительно конечно конечно соблазнительно не ограниченная власть а безграничный опыт наравне я практически с богами надо подумать единственная нужная мне награда говорит стойко наслаждение от выковыривание окровавленных осколков ее сломанной короны из моего посоха когда покончу с ее испытаниями зачем тебе эти смертные думай о себе говорится фейрат никто не оценит твою жертву ребята ребята искушают скейн обращает свои похожие на уголь глаза стойку это говорит твой спутник которого покинул его собственный бог ты действительно доверяешь его мнению о союзах скейн поднимает котом к лежащую у его ног и взваливает нож у себя на спину я объяснил возможные варианты хранитель продолжая играть роль пешки богов или стаянь партнеров одного из них конце фигура останавливается кстати напомню пацаны я же давал клятву другим богам вот в конце дороги фигура останавливается ее голова поворачивается ровно настолько чтобы оглянуть оглянуться через плечо лицо практически скрыто но вы замечаете обожженную покрытую рубцами щеку и безжалостный глаз который изучающий на вас смотрит нет если бы она была какой-нибудь симпатяшкой харизматичный пообщались бы с ней познакомились а тут рубцы безжалостный глаз и мне с ней взаимодействовать да ну нафиг думаю нафиг харизма это этому богу не достает договорились 3 я подумаю о том что сказал я не буду тебе помогать если он смеется ты говоришь сейчас когда встанешь перед механизмом думая о всех жизнях и возможностях которые тебя ожидают посмотрим что ты сделаешь он продолжает идти по горе в конце солнце внезапно прячется за горизонтом вы мгновенно погружаетесь в темноту вы приходите в себя перед механизмом ну у меня есть нечто покруче богов возможность засейвить проверить разные варианты че там был лут а то реально не было никакого лута и так на глазах у ваших спутников вы вступаете на место где когда-то давно стоял перед своим послед перед своими последователями таус огромный механизм стоит перед вами дремлющий ждущий вы видели этот механизм и подобные ему в работе вы знаете как им управлять это устройство для перемещения душ поскольку вы хранитель то задать направление будет просто хотя учитывая размеры механизма это может стать последним что вы сделаете окончание игры там позади квесты не собранные артефакты уникальные но не в этом счастье 22 части господи 22 части мы дошли вы дошли мы вместе до этого момента я готов произнести команду на включение механизма старые шестеренки оживают и начинают поворачиваться с грохотом камня трущегося камень у вас есть всего несколько мгновений прежде чем души будут направлены в адровую жилу это ваш единственный шанс направить их и так отправить обратно в цикл реинкарнации вернуть души в тела для которых они предназначались некоторые из них там убиты и растерзаны и прочее беспорядочно рассеять и типа баланс положив конь они от россии положив конец их существованию распределить вот сущности между существующими душами в дирвуде чтобы их усилить позволить душам пройти пожили квейдики и рассея души в неизвестном направлении ты клятву дал да 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 давала клятву четыре варианта шести боги предлагали да я давал клятву ну вот кто-то из богов говорил точно об усилении существующих душ кто-то говорила голосование да давайте в общем что мы делаем пожалуйста сейчас голосование появится в чате новое голосование что делаем что делаем 1 2 3 4 5 6 или ффа создать голосование голосуйте 5 и 6 кое все хотят кого и дикий да но не всем не кого и дикий не хочу либо дирвуд либо вернуть в тела клялся вернуть душу тела это самое наверное да давайте так и сделаем вы закрываете глаза чтобы расширить свое сознание наружу выбирая колоссальное количество душ десятки тысяч душ кружащих механизме вы едва удерживаете душ вам крайне сложно удерживать их под своим влиянием и вы чувствуете что они ускользают от вас по мере того как механизм набирает скорость наступает у две ачивки игра пройдена путь проклятых наступает краткими когда кажется что вы удерживаете их все вместе их сила настолько велика что вам кажется что они сейчас разорвут вас на части в этот миг вы концентрируете все свое естество на том чтобы изменить их орбиту придать им их потоку новое направление по вашей команде древний механизм становится вашим инструментом начинает приходить в жизнь с обрушительным резонансом и собирает бурлящую сущность как нить на огромное веретено там в бледно пульсирующем свечении механизма который когда-то давно направил вас на этот путь вы сосредоточили свою силу сконцентрировавшись на свои цели и отбросив все остальное единственной сотрясающей ударной волной которая содрогнула комнату и повалила вас с ног вы освобождаете души из исключения выдохшись теряете сознание вы успеваете видеть механизм темный неподвижный затем ваши глаза закрываются и вы погружаетесь в долгожданный сон поиска в некоторое время вы обнаружили маршрут в котором таус попал в солнце в тени и начали долгий и трудный подъем к поверхности вы вышли к Тейр Эврон несколько дней пробираясь через завалы которые оставила за собой таус ступив на поверхность земли вы оказались в дирвуде который изменился с тех пор как вы ушли вы направили души пойманные таусом обратно в сосуды которые первоначально для них предназначались впервые родители посторожденных проснулись от плача их младенцев и заглянув им в глаза увидели там осмысливость счастливые родители падали на колени прямо на месте благодаря хайли магран и даже эотаса за искупление той вины которую они за собой ощущали несмотря на облегчение которое пришло к некоторым родителям других ждало только огорчение поскольку много тысяч посторожденных погибло в ходе наследия Вайбена и зачастую от рук собственных родителей эти дети уже не могли вернуться и все же последнее появление на свет посторожденного осталось в прошлом и те родители которые рисовали рисковали завести нового ребенка вознаграждались и часто близнецами многие видели в этом руку хайли этот год вошел в историю как год изобилия хайли какие мы хорошие истовость лорда Редрика вернула его к жизни однажды но больше такого не повторится ничтожив Редрика вы положили конец его удушающему правлению над позолоченной долиной и окружающими территориями без него деревня стала процветать и превратилась в популярное место для новых поселенцев стремящихся покинуть бухту непокорности после бунтов в отсутствие правителя жизнь в ней стала более дикой и многие поселенцы двигались дальше испугавшись беззакония которое было чрезмерным даже по дирвовским стандартом тем не менее несмотря на тяготы жизни по золочной долине она выжила и продолжает выживать в обозрительном будущем смотрите дерево как расцвела там раньше трупы висели после убийства герцога Эвара Скалозуба и леди Веб в бухте непокорности начались беспорядки в последующей неделе на улицах стали править грабители и разбойники и мало кто осмелился выйти за порог в одиночку или без оружия но порядок вскоре восстановили рыцари горнов которые несмотря на поредевшие ряды получили поддержку общества за участие в раскрытии тайны окружающей наследие Вайдлина и были быстро усилены войсками из замка Флотобоя как в Фоллауте тут все наши действия в конце на финальную историю влияют осознав как отрицательные стороны так и перспективы анимантии в своей организации рыцари приступили к более осторожному изучению новой науки рыцарей стало меньше но у них появилась новая партия оружия усиленного душами и небольшая группа кованых рыцарей благодаря чему они снова стали орденом но возможности использовать вновь обретенные силы оказались слишком большим искушением для высшего суда и на смену взвешенному подходу к анимансии вскоре пришло быстрое наращивание вооружения высший суд со временем захватил власть над городом для своего ордена на неопределенное время ввел в бухте непокорности законы военного положения понятно хотя механизм на вершине башни Тейр на ОНС был отключен это казалось не последним ее применением заветный холм был восстановлен и как только первые семьи переселились в этот район члены свинцового ключа действуя по имеющемуся приказу их великого магистра взобрались на башню и включили механизм повторно нет новопосвященные убили горстку новых поселенцев под покором ночью и стали свидетелями того как история повторяется жертвы восстают из мертвых пожирают выживших надо было ее ломать после этого второго происшествия района стало заброшенным господи убийство герцога от рук того кто по-видимому был анимансером привело к катастрофическим бунтам на улицах бухты непокорности мало кому из анимансеров удалось пережить первый день многие дирвудсы приняли конец насилия Вайдвина за знак того что боги не одобряют анимансер и что не в тяжении анимансеров в бухте непокорности было достаточно чтобы их задобрить со временем их ярость улеглась и в бухте непокорности и окрестностях осталось некоторое количество выживших анимансеров которые часто стали отправляться в дикие земли чтобы заниматься своей наукой без последствий обидону который долгое время был известен как тихий усердный труженик возрождение дало новые силы и цель искусство ремесленника словно снова приобрело популярность в дирвуде и ни один кузнец больше не испытывал нехватки в подмастении кроме того возрожденный интерес обидон привел к тому что делаются с удвоенным старанием принялись из-за извлечения имбитанских руин как анимансеры так и ремешники нашли много интересного но напряжение в отношениях с сейер глампатом возросло говоря о Сталварде сражение рубца Кейрона только укрепило решимость жителей открыть загадки дурганской стали и создать новые изумительные вещи в белой кузне но амбиции Сталварда усугубил конфликт с Редсеросом надо было его тоже мочить все новые и новые группы доверенных доведенных до нищеты Редсерасцев собирались на границе и клялись закончить то что начали железные цепи смело занимало поколение пока пришли в регионе там бла-бла-бла клан Огнейшту Шеффер заключил хрупкий мир со Сталвардом почему в частности поспособствовало то что жители деревни узнали о помощи Огра в борьбе против безглазных я их даже не вызывал там клан вернулся обратно в Редсерл по мере того как престиж Сталварда рос союз с Ограми стал крепнуть после поколения Огроторговцы уже посещали Сталварда охотники из древней радушно принимали в Рассетворт смерть Хармке не принесла дьяволу из Каррока почти никакого удовлетворения со временем ее жажда мести угасла на смену пришла жажда ощутить что-нибудь новое что угодно дважды лето растопило снежный покров когда она почувствовала что шарнир в локте стал двигаться хуже она отказалась от надежды на анимацию и цивилизацию и ушла на восток хорошо через горы и мимо Редсерас она добралась до бескрайних полей из Каметли она забыла что значит просто путешествовать бесконечной цели хотя она не чувствовала ничего кроме размеренной поступки своих шагов по дороге в бесконечный горизонт и зеленые луга были для нее новые она измеряла время лишь постепенным ржавлением своего тела и была довольна ее движения замедлялись и назначили мир вокруг доходящие до пояса трава качались на ветру медленные планы словно воробьи в размере иностранных странах по небу она едва могла двигаться когда ее встретился что 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 океан собрав остатки сил она бросилась в воду где нашла покой в умиротворяющем движении течения и ластковых волн красивая смерть и ластковых волн Ланеха так и не нашла соленый колодец а мы в общем то с ней не ходили практически но честь обрела покой в исполнении обязанностей разносятся даром путешествуя принимая ноши от тех кто обращался за помощью к Ондре она видела в их глазах такое умиротворение которого раньше не замечала я очень многие квесты даже основной патин не довел до конца это была вера и вера не в то что Ондра разум забрала боль в вину и сожалению а в том что будет освобождать от этих печалей понемногу выгод загона поняв это Манеха приняла что Ондра действует медленно бла-бла-бла крепость Кайднуа превратилась в бастион безопасности посреди диких земель и тут уже наступает эй стоп блин после смерти хозяина в глубинных бесконечных путях потерялась странная тишина нападения на крепость наверху прекратились и безмолвный титан от Нуа в забытых ходах остался единственным напоминанием о хозяине блин там даже не не записали аудио Полиджина поступила вопреки приказам Дуг Белс и придумала новое торговое соглашение это да это мы сделали пока народ Дирвита был все еще ослаблен наследием Вайдена Вальянские республики легко вытеснили своих конкурентов с рынка Полиджину изгнали из республик на несколько лет за возмутительные и дерзость она отправилась на северо-восточных земель избегая Вальянских портов и вступила в ряды добрых путников несмотря на ее смелость и преданность о ком она заботилась из-за своей необычной внешности в жизни чувствовала себя чужой ну конечно птица негр птица называется женщина негр птица Эдер решил не возвращаться домой он так и не понял свою роль в войне святого и не нашел свое место в Дирвуде поэтому сел на корабль Вайадир и воссоединился со своими родителями там он вернулся к спокойному образу жизни к которому он привык за годы работы на земле в позолоченном долине когда в солнце в тени улеглась пыль Алот взглянул на останки Таоса своего бывшего руководителя он видел в чем великий магистр ошибся и знал что у него самого получится лучше да ладно секрет богов будет сохранен а с ним и душевное равновесие благополучие смертных он забрал остатки церемониальной мантии подготовился к долгой одинокой работе которая ему предстояло вот молодой Алот что-то мне после всего того чему он научился в обществе хранителя канви ну это наш певчий не видел смысла в погоне за Танви Оратоха он решил покинуть то что осталось этой работе в глубинах бесконечных путей вернулся домой Кана попрощался с хранителем отправился обратно в Руайтай проведя путешествие по Бурному морю в раздумьях о времени потраченном на погоню за вымыслами недавили квест семья заметила что Кана значительно изменилась на смену пылкам и энтузиазмом пришла усталая серьезность решив оставить странствие позади Кана стал вести тихую жизнь хранителя знаний в университете обучая молодых студентов традициям их народа после того как Таос был побежден и души выпущены из солнца в тени в Дирвуде снова стали рождаться здоровые дети скорбящая мать с которой мы вообще не ходили искала место где она сможет искупить вину за родительский колокол она вернулась в Дирфорд где к изумлению местных жителей помогла родить первого здорового ребенка более чем за 10 лет она осталась там и с каждым новыми родами видела как по толике в Дирвуде возвращается надежда к ней самой прощение за ошибки прошлого ну просто может быть только один ксионик а Бобер как бы был с нами поэтому нам скорбящие не нужно а вот стоик и дальше обвинял воедику за зверство войны святого считая Магран пешкой в махинации былой королевы и почувствовал знание Таоса шагом к воссоединению с собственной богиней стоик некоторое время пытался восстановить с ней связь когда в ответ он получил только тишину он посчитал что это осуждением за его продолжающиеся существования в конце концов он выложил погребальный костер и бросился в него использовав для разжигания собственный разбитый посох блин как был психом так и психом и умер сагани и хранители не нашли персика вместе мы были в этой локации но я даже ее с собой не взял адровая фигура погасла к тому времени как они вышли из солнца в тени прошло еще месяц и сагани признала что след персика опять остыл поиски завели ее далеко за границей Дировода и даже до живых земель она видела величественные приближения города Раутай и руины Великой Вали и жадно впитывая детали этих странных и далеких земель 20 лет прошло прежде чем фигурка снова засветилась она перевела сагани к тихому селению на окраине Айдира там она встретила молодую крестьянку и рассказала ей о ее прошлом в качестве старейшины Масук сагани вернулась в деревню которые уже забыли ее лицо но помнили историю Масук приветствовал ее с осторожной теплотой а сагани почувствовал что их уклад стал для нее странным ну да он также узнала что Кало умер от зимней лихорадки несколько лет назад а ее средний ребенок погиб при набеге но ее дочь икона стала охотницей матерью трех детей а сын Малак строил крепкие стены в них она нашла свое место в деревне узнала знакомые контуры мира который изменился в ее отсутствии хорошая история конечно смерть Тауса положила конец вашим видениям и уняла шепот прошлого вы наконец стали спать спокойно вопросы далекой жизни перестали тревожить вашу душу осталось только решить что делать с ответом но тот момент мало что можно было сделать и вопрос пришлось отложить впереди предстояло длинное путешествие ой мы сделали это да 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 15 лет она из-за меня гуляла по миру возможно могла спасти кого-то из детей если вернулась раньше при набеге например или вылечить от лихорадки ох во первых спасибо вам за то что посмотрели эту замечательную серию далеко не вся игра пройдена огромное количество кустов персонажей диалогов не было прочитано но то что мне давали я честно читал вслух иногда даже закадровый голос это не читал а мы с вами читали поэтому с задачей я справился и игра отличная если вы сомневаетесь играли когда-то раньше в старые добрые игры подобного жанра Icewind Dale Baldur's Gate Baldur's Gate Торнубал там Адончик там Neverwinter и у вас много свободного времени то пожалуйста на полтора месяца ну прям каждый вечерок по два-три часа хорошо зайдет ну если читать все ну а на сегодня я прощаюсь с вами спасибо за внимание еще разок может быть что-то чуть позже будет посмотрю что там по сообщениям по делам если вечер более-менее свободный то я могу вернуться с фпашечкой следующую игру на трансляцию выберем позже надо переварить пиларсы запись скоро появится на ютубе всего хорошего за все кто поддержали игру на кикстатере я могу я я Продолжение следует...